It takes two, чтобы забеременеть, поэтому сегодня нас здесь будет твоя! Ну а вы думали, ребят, ну всё, надо рожать. Вы там как вообще? Ну что, уже забеременели, а? Ну, надеюсь, да. Берите своих вторых половинок, кого там, я не знаю, кого хотите. Кто у вас там может рожать? Сегодня у меня будет Кирилл. Ну, надо же показать ему, как правильно жить. Пора, всё, надо разбираться, вопрос изучать. Поэтому сегодня мы будем с тобой смотреть на мамочку беременную в 16 и познавать все радости жизни. Мы едем в Екатеринбург. Знаешь, Кирилл, я на самом деле прям так плохо спала после всех этих серий, что у меня овечки на ногах, чтобы вот спать. Проще считать было. Да. Поднимаешь ногу вот так, смотришь на ногу, считаешь. Да, 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 кстати, хороший день, надо так и делать. И вот так легче засыпать, знаешь, входить в этот дзен. Всё верно, умница. Ну что, ребята, Олеся, Екатеринбург. Let's go! Привет, меня зовут Олеся, мне 17 лет. Я из города Екатеринбург. Чё орёшь? Ну она же далеко в Екатеринбурге, привет! Большую часть своей жизни я провела во дворах. Меня даже прозвали первой оторвой в городе, потому что характер у меня ещё тот. Лучше держаться от меня подальше, ведь если я не в настроении, то отхватят все. Как же операторы там её не боялись на съёмочной площадке. Мы её должны бояться, потому что она знает все заброшки этого города. Она нас там попрячет потом всех, понимаешь? По частям. Знаешь, все углы, она все углы. По кусочкам нас попрячет. Да, 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 все углы уже пронюхала. Я, кстати, тоже, когда была мелкая, я обожала заброшки, только туда ходила фоткаться. Я помню вот это в центре Москвы, короче, была такая заброшка. В центре Москвы? Кремль, которая? Нет, не эта, другая. Это чё за ***? Другой военный. Девчон, ты так позвал с нами. Давай, вставай. Давай, побыстрому. Иди давай, б***ь, свой район. На камеру играет, сразу видно. Она в жизни добрая, лапушка, просто хочет такой образ выстроить для видео. Да нет, ты чё не понял. Чтобы её, наконец-то, начали бояться в школе. Ты чё не понял? Она на её бетон села, всё. Она просто не любит альтушек. Ну всё, мы с ней не подружимся. Я пацанка, ругаюсь как бы матом. Я ругаюсь матом. Моя любимая слова «фак». Если она пацанка, то ей в другое шоу, ей не сюда. Ну а если пацанка хочет родить в 16, ну куда ей ещё? Что ты сразу не понимаешь? Пацанки в 16, что есть такое? Может, у нас сегодня коллаб? Я взрываюсь в полуоборот, и потом меня просто не остановить. Именно на улице я проводила всё своё время и чувствовала там себя как дома. Часто прогуливала уроки, чтобы вместо них встретиться с друзьями на районе. Я окончила только 9 классов школы. И то с трудом. Сейчас я нигде не учусь, но мечтаю стать физруком. Потому что мне нравятся мужские профессии. Да и тем более учить-то много не надо. Главное – бегать быстро. Да чтобы уроки не проводить, вот понимаешь, ей только бегать хорошо надо, и всё. Вообще, у меня физручка была женщиной. У нас тоже было две физручки, две женщины. Ну всё. Видимо, тоже пацанки граффити рисовали, беременели в 16. Да, мы ничего. Стандартный путь развития женщины-физручки. Сколько раз сама от полиции убегала? Мне 17 лет. Смотри, какой джентльмен. Ну и два раза вот этот челик. Давай, я тебе помогу. Да, когда ты бежишь от полиции, ты такой джентльмен ещё пред. Второй кадр тоже самое. Два раза помог ей спустить. А мент такой стоит. Ну сейчас, сейчас она спустится, я подожду. Ну да, 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 я подожду. А что там вообще менты делают? Типа, они на эти заброшки... Это их заброшки. Они там собираются со своими ментами, ментами, друзьями. А там их офис, а я-то думаю, что... Да, у них там офис. Бюджеты порезали, видимо, в их городе Екатеринбурге. Мне 17 лет, и на моём, так сказать, счету уже три административных правонарушения. И все эти административки были за то, что я воровала. Чипа-чупся. Ты когда-нибудь воровал что-нибудь? В детском саду я украл игрушку. Я очень много крала. Я когда была маленькая, я была клептоманка. Я сейчас расскажу, за что я не села. Я украла геймбой. Ну я потом его вернула. Потом в школе украла. Нет. У мальчика. Он просто всем раздавал, давал поиграть в геймбой. И я как-то это в линию встала, в очередь мне дали поиграть. Я это отошла, уединилась. То забрала его с собой домой. Но я на следующий день принесла его. Раньше вот эти были популярны. Магазины Bath & Body Works. Я, короче, там это украла. Гель для дезинфекции рук. Они там пахли всякими печеньками вкусными. У меня тогда денег не было. А потом ты украла сердечко у всех твоих зрителей. А-а-а! Нет! Хотите вернуть сердечко, ставьте лайк. Первый раз я столкнулась с ПДН из-за того, что в 13 лет я находилась на улице в 12 часов ночи. А несовершеннолетним это запрещено. Потом я загремела туда, потому что мать подруги подала на нас в розыск. Хотя мы просто тусовались на лавке. Три административки нафиг. Это почти как три уголовки. Я домой не пошла и сидела на лавке. И меня нашли. А потом сказали, не надо. Так вот тебе административка. Такая, ну ладно. В 13 лет было все такое произошло. Я была бы сралась от страха. Я бы обкакалась. Было бы страшно. Это была бы вторая административка. Как они на улице? Проверять мы это не будем. Третий раз я спалилась пьяная. Еще настолько сильно я грубила ПДН. И еще самое вот... Я не знаю, почему я так поступила. Я уснула в дежурной части на полу. Это было жесть. Я понимала, что если я продолжать буду в таком же темпе жить, то ничего хорошего из этого-то не выйдет. Она станет видеоблогером. Здравствуй, ты боишься? Я боюсь. Она еще матом ругается. Слышал, да? Биська! Я плохая девчонка. Я плохая, ты хороший рот от гнева перекослен. Не кричи. Я не глухая. Я не бухая. Я понимаю, что такое меня сделала улица. Но именно на улице я искала то, чего мне так не хватало в моей настоящей семье. Как улицу может сделать плохой? Ты вот на улицу выходишь, там птички поют. Ну, кстати, да. Про какую улицу вы говорите? Деревья, детишки кричат, играют, собачки гуляют. У нас тут парк. Гуси-лебеди. Что там гуси-лебеди? Смотря что ты на этой улице ищешь. Если ты ищешь вот такое вот, под мостами как ковыряться, то там птичек уже мало. Там рыбка будет, трупы, может, будут. Ну, бомжи ее и научили. Так они только хорошему могут научить. А, ну да. Мудрости жизни, финансовым хитростям. Купейка рубль бережет. Все было бы намного проще, обладая людьми с верспособностями. Проще или сложнее? Но все-таки потому, что с большой силой приходит и большая ответственность. Эта мысль актуальна для любой супергеройской истории. И с одной из таких вы можете познакомиться в книжном сервисе Bookmade, в котором собраны более 250 тысяч электронных и аудиокниг, а также комиксы. Webtoon In-E это фэнтезийный комикс в историческом сеттинге. На его страницах вы встретите мальчика-сироту и гениального игрока в шахматы Боруха, дочь ведьмы Дали, пока еще не осознающего всей своей силы, и загадочного, почти непобедимого в бою Гера Ноймана. На шумевшем сериале все самые трогательные моменты связаны с Борухом. Webtoon же дополнил канон вселенной и привнес еще несколько красок в историю этого яркого персонажа. Встретившись с уличными хулиганами, Борух покажет, на что способен его незаурядный ум. Для тех, кто уже смотрел сериал или читал основную историю, Webtoon In-E станет приквелом и еще глубже раскроет знакомых героев. А кто-то только познакомится с ними на страницах комикса и дальше уже сам решит, захочет ли он узнать продолжение. Это что-то типа текстового трейлера для каждого из персонажей прямо у вас в смартфоне. В общем, Webtoon In-E читается очень легко и цепляет как сюжетом, так и рисовкой. Если вы уже пользуетесь Яндекс.Плюсом, то просто подключите опцию BookMate и скачайте приложение. Но если нет, то у меня для вас есть промокод BRIDGE45, так по-английски. По нему вы получите подписку Плюс вместе с опцией BookMate бесплатно на 45 дней. Так что переходите по ссылке в описании и приятного вам всем чтения. Внимание и признание. С детства мне мама не давала ни тепла, ни любви, ни заботы, ни уюта. Я не помню, когда в последний раз спрашивала, как у тебя дела. Мила, допустим, называла, обнимала. Для мамы всегда была важна ее личная жизнь. Мне кажется, что мама искала любовь в мужчинах, а не в детях. Что, есть что-нибудь покушать? Я не поняла, ты маленькая, что ли? Встала, да приготовила, руки-ноги есть. Ладно. Ну скажи, хорошее воспитание. Ну вот руки-ноги обеспечиваю и все. Я детей так и буду воспитывать. Только я им сразу не дам все руки-ноги. Я дам им сначала несколько, потом одну руку на день рождения. Типа ты будешь пеленать и такой, ну на, держи. Нет, я их оторву, а потом буду обратно прикреплять. И к 18 годам соберу полностью и скажу, вот руки-ноги есть, видишь? Скажи спасибо. Все, да, спасибо, папа. Вот так я лучший отец года буду. Ну, клево. Я хочу с тобой детей. Мне кажется, мы готовы. Можно украсть. Можем вас подобрать. Можем вас усыновить, удочерить. Пишите. Если вам 0 лет, то вы впервые. Да даже если вам 45. Алисия, она у меня очень сложный ребенок. Она привыкла получать то, что она сама хочет. Все внимание только ей. Раньше, когда она была маленькая, так и было. Но когда братик, сестренка у нее появилась, все внимание всем младшим было. А она этого не поняла. Понимаешь, что мозги же есть, а что до нее не дошло, что теперь надо с маленькими детьми сидеть, что ей внимания меньше будет. Ну, зачем голова? Вообще непонятно. Зато руки-ноги есть. Ну, зато руки-ноги есть, да. Могла бы убежать. Бегать она умеет. Мою маму зовут Анжела Феликсовна. Ей 33 года. Она работает продавщицей в продуктовом магазине. Получает около 1600 рублей за смену. Больше она зарабатывать не может, так как после школы поступать никуда не стала. И типа не может другую работу найти, потому что образования нет. А киберспортсменом стать, например, по Фортнайту не вариант? Ну, уже возраст не позволяет, понимаешь? Какой возраст? Я видел бабушек, которые в CSGO украли. Возможности есть всегда. По факту, если. Даже если у тебя нет образования. Вот у тебя его нету. Ну, хотя нет, ладно. Окей. Вообще, как дам тебе? Я вообще-то радиоинженер. Ладно, радиоинженер. Ну, ты это-то молчился. Ну, простите. Пять. Я розетку могу починить взглядом. А что ты мне не говорил об этом? Это слишком опасно. А лампочку починишь в туалете? Она там уже два месяца не горит. Ну, нельзя на лампочку смотреть, глаза болеть будут. Ага, ну ладно. И даже... А мы, вон, видеоблогеры. Короче, у нас образование есть, между прочим. Все есть, не надо. А это не коррелируется с тем, чем мы занимаемся. Я слово, видишь, какое умное знаю? Корреляция. А я это изучала на... Знаешь, на каком предмете? Сейчас я скажу. Как носить ведра из колодца? Тихо. Подожди, как этот предмет называется? Копание земли. Нет, нет, не то. Изготовление гробов. Прикормка рыб. Я думаю. Как ссувать лягушкам в попу? Нет. У вас, что ли, в МГУ такого нет? У меня был уход. Там такой сложный предмет. Подожди, я сейчас тебе скажу. Окружающий мир. Нет. Иконометрика. Потому что в 15 лет забеременела мной. Ребенок я не запланированный. Я чувствовала себя в детстве ненужной. Доходила до того, что она говорила, что я не хотела тебя рожать. В общем, сделала аборт. Папу своего я никогда не видела. Знаю лишь то, что зовут его Максим. И он очень хотел, чтобы вместо меня родился мальчик. Помню, мама мне рассказывала. Она выходит с УЗИ, говорят, ей девочка. Она звонит ему. И он говорит, ну, все, пока. Ну, молодец, я считаю. В свое время тоже надо ценить. Он думает, наверное, что жизнь это так. Все в жизни можно протестировать и вернуть как по гарантии. Типа, а вот все, девочка, да, я не заказывал. Да, да, все. Возвращаем производителя. Ищем новую на Тиндере, с вами. Да, да, да. У меня есть брат Кирилл. Ему 14 лет. И сестра Динара. Ей 9. Мы все живем вместе в однокомнатной квартире. Динара, что делаешь? Да губаки делаю, что ли, видишь? Ну, делай, делай. Правильно делай, потом проверю. Кирилл. Кирилл. Че, Кирилл? Нормально. Я думал, он смотрит в пустой экран, а у него просто за экраном еще экран. Хорошо живут. У него полэкрана занято другим экраном, на полэкрана играет. Да, 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 такое. На пусушке. Мама родила всех нас от разных мужчин. И все они были на одной свингер-пате во время одной тусовки. Одновременно. Я не буду спрашивать, откуда ты это знаешь. Первого отчима я не помню, а вот второго никак забыть не могу. Ну, мама получала пи***. Ей ребра ломали, челюсти ломали. Она в крови прям была, она харкалась кровью, обливала кровью. Это все происходило при мне. Когда мне было 13, мама чуть не покончила жизнь с амористом, потому что узнала о похождениях отчима. И это все произошло на моих глазах. Я пи***, куда она эту веревку пи*** повесила, встала на стул и что-то делала. Это было на ее глазах. Я побежала к соседям, и они помогли спасти маму. Прошло уже несколько лет с того дня, но я до сих пор все помню, как будто бы это было вчера. Ну, для меня казалось, что надоело. Вот эта вот бедность. То, что муж меня не понимает, дети меня не слушают, мало денег. Вообще, мне кажется, что женская судьба в нашем роду такая себе. Мою маму бабушка тоже родила рано, и их отношения сейчас нельзя назвать теплыми и заботливыми. Вот это какое-то магическое мышление, знаешь, типа, ну вот бабушка маму рано родила, мама рано родила. И вот, знаешь, вот начинается вот это вот, ты сам программируешь свою судьбу. И поэтому и она тоже рано родила, и типа, она вот как-то приняла, что у них всех все плохо. Ты сам себя настраиваешь породить пораньше? Да, потому что, типа, у нас с женщин все плохо. Вдруг просто не бабушка маму, не маму дочку не учили, а как правильно чем-то пользоваться в каком-то возрасте. У нее больше склонность к магическому мышлению. Она вот говорит, что, типа, вот у нас судьба такая. Ну, вы такие все невезучие. И она поэтому вот тоже могла так рано родить. Просто ты сам свою судьбу определил. Говорите своим детям, что у нас судьба быть мега успешной. Да, так и надо. И чтобы ребенок, короче, боялся вас разочаровать и работал всю жизнь. И в итоге 40 лет у него была депрессия неизлечимая от груза ответственности. И он вас винил потом всю жизнь. Круто. У меня мама тоже так же, как и я же, с многими мужчинами жила. Это у нас, наверное, наследственное. Есть такой ген, есть такой ген, отвечающий за то, что ты со многими мужчинами взаимоотношаешься. Даже у меня такой ген есть. Че? Сейчас пойдешь отсюда. Мою бабушку зовут Хасиба Минуловна. Ей 54 года. 54 года? А, ну родила тоже рано, поэтому... Мне маме столько. Работает уборщица, живет в городе Красноуфимске. Это в 4 часах езды от Екатеринбурга. Поэтому сейчас видимся мы редко. Как у вас с мамой? Да, все плохо. Постоянно ссоримся. Из-за бытовых тем. Считай, там, посуду не помыла сразу, надо мозги делать. Не убралась, надо мозги делать. Ты вот, например, копия мама. Мама тоже такая же была. Все заставляла. Мы разные. Что-то она как-то совсем не поддержала. Вот ты копия мамы. Вдвойне неприятно слышать, что она копия мамы, при том, что ей не нравилось то, что у мамы там много мужчин. Что какой-то мужчина ее там избивал, еще что-то. Олеся с детства такая капризная и все время мать просит. Мама, помоги, мама, сделаем. Мы с мамой никогда по душам не разговаривали, но я всегда тянулась к ней и старалась наладить отношения. Однако это было безответно. Как жить в таких условиях, когда тебя никто не слышит, тебя не существует, тебя не хотят воспринимать вообще? После всех уличных потасовок, полиции и ссор с мамой, я думала, что ничего хорошего в моей жизни уже не будет. Но я ошибалась. Я встретила своего самого любимого человека. Парня. Парня. Самое главное. Парня, мы его так зовут. Я ссорую, говорю, парня. Его зовут просто парень. His name is a guy. Dude. А с улицы перешла на футбольное поле. Наконец-то кого-то встретила, понимаешь? Куда пойдешь, там того и найдешь. Ходите на футбольные поля. Вас там ждешь парень. Парня, который меня слышит и понимает. Его зовут Володя. Мы познакомились с Володей в общей компании. Я обратила на него внимание, потому что он был единственным парнем, который не пил алкоголь. Вот это да, подумала я. Настолько низкая планка, что он не пьет алкоголь. Вот это да. Мне кажется, можно понять. Я бы тоже заинтересовалась. Он против системы? Ничего себе. Система алкогольной зависимости? Ну, просто вот у нас в компании, например, тоже все пили. А я вот специально, типа, no, no, no. Я вот никогда не пила. Поэтому, ну... Ты только ширялась. Что это? Не важно. Видите, какая невинная душа. Вообще ничего не знает про всякие такие вещи. Такое разве бывает? А ты чего, Володя, сидишь, не ешь? А не к чему? Ну, типа он не пьет и еще и не ест. Он как этот йога, который питается солнцем. Я чисто за компанию могу чуть-чуть съесть, да? На праздниках, на день рождения. А так я не ем. Ну, хотя бы соку пить. Он за щеками спрятал. Он не ест, потому что ему за щеками что-то спрятано. Из дома принес, он на день уже у него все ест. А, да, да, из дома. Поэтому его нифига не понятно, что он там мямлит. Да, да, да. Кам он устраивает, Володя. Да-да, Володя, давай. Олеся мне понравилась внешностью, глазами, улыбкой. Но еще больше меня удивило то, что он ко мне не приставал. Даже не попытался приобнять. Обычно пацаны на нашем районе недолго думают. Сразу пытаются склеить. Ну, потому что жадные и голодные хищники в естественной среде обитания. Что я от них еще ожидал? Я боялась, что Володя, как и другие мужики, начнет там ко мне приставать. А он не такой. Он какой-то, ну, другой такой загадочный мне показался. А ты знаешь, такой есть парадокс. Типа, когда вот ты знаешь, что ты человеку не особо интересен. Типа, он к тебе не проявляет никаких знаков внимания, ничего такого. Ты только еще больше хочешь его. Типа, он на тебя обратил внимание, типа, полюбил. А че-то он ко мне не пристает? Ты что, офигел? А ты знаешь, в чем прикол? Мама на нее внимания не обращает. И этот пацан на нее внимания не обращает. И, скорее всего, это тоже как-то взаимосвязано. Типа, она пытается, чтобы он тоже, короче, да, все взаимосвязано. Понял? Когда мы разошлись по домам, я не могла перестать думать о Володе. Набралась смелости, написала ему в соцсети и сама предложила погулять. Так и закрутилась. Мы стали видеться каждый день. Мы целыми днями могли гулять, общаться, смеяться. Володя мне не отказывал ни в чем. Шаурма. Шаурма. Планка низкая. Идиот. Кирилл, ты что? Ну за шаурму-то, ну блин. Почему ты папу, мама полюбила? Шаурма. Галантный кавалер по нашим меркам. С сырным лаваша. И колечко в шаурму положите, что это для нее. Луковое, да? Да, луковое. Да, да, луковое. Шаурма. Там ресторанчики. Володя перевернул полностью мою жизнь. И я даже забыла о своей старой компании. Ля, ты понимаешь, шаурма перевернула жизнь. Что там было до этого? Ну да, видимо, чебуреки какие-то там были, понимаешь? Нет, ну чебуреки, это не ниже шаурмы. А что ниже шаурмы? Ниже шаурмы вот эти вот, типа, диетические рисовые хлебцы. Вот это хребет. О, фу. Вот это да. Он меня кормил рисовыми хлебцами. Это была, знаешь, подготовка к собаке Павлова. Он просто подговаривал пацанов с ней общаться, кормить ее рисовыми хлебцами. Чтобы он потом подъехал такой из ниоткуда. С шаурмой. Йооо, ничего себе. Он такая, спасибо, ты точно моя судьба. Через две недели он мне предложил встречаться. Конечно же, я согласилась. А как отказаться? Ведь он мне показался идеальным. Каждое свидание было не похоже на предыдущее. Володя поддерживал все мои шалости. Мне было с ним так весело и легко. Как думаешь, я его подойду и скачусь? Не знаю. Давай не будем рисковать. Не, давай попробуем рисковать. Мне нужно перила держаться. Ну, дай. Поднимай. Это у меня безбашенная. Ты у меня такая crazy girl. Скатилась на перилах. Что, в четвертом классе? Ё-моё. А сколько подарков преподнес мне Володя? Мне в жизни никто не дарил. Он мне подарил новый телефон, когда мой сломался. Я думала, что он попросит взамен что-то такое интимное. Но он просто подарил. Я сказала спасибо. И все, на этом все закончено. Это был шок. Планка, говорю, на земле вообще лежит. И с таким принцем мне самой захотелось превращаться из пацанки в принцессу. Принц. Он нас в шаурму покупает. В каком диснеевском мультике это происходит? Ну, кстати, да. Я там такую диснеевскую адаптацию посмотрел. Принцесса и шаурма. Первый раз, когда я Олесю увидел, она вела себя как немного хулиганкой такой. Типа пацанкой. И мне это как бы не очень понравилось. Но потом, некоторое время спустя, она показала себя женственной. Хадр с косметикой. Ну, косметику делать, значит, женственная. Сразу женственная, да. Вообще за собой ухаживать начала. Я раньше не делала, допустим, ногти. Ну, я грызла ногти. Ну, это тоже ухаживание за ногтями. Только такое доисторического формата. Чтобы как бы не росли длинными, ты их подгрыз. И на свидание можно идти. А тут я хочу сделать красивый маникюр, чтобы он заметил, чтобы ему было приятно. Ну, тебе нравится маникюр, а тебе нет. Это что, шаурманы на каждом ногте? Да, блин. А как ты сразу узнала? Володя 19 лет. Учится на повара-пекаря. Работает в общепите поваром. Получает 35 тысяч рублей в месяц. Коллекционирует тарелки. О, блин, клевая. Смотри, какие и белые, и бежевые. Это просто... И разные формы. Он сейчас снимает квартиру на двоих со своим другом Димой. Что ты так повеселил сразу же? Да, ничего. Не-не, давай-ка, лись. Что происходит? Я девушку нашел. Ну, и что, как? Все на месте? Да, все на месте. Нормально? Нравится? Да. Руки на месте. Мама, к счастью, все подарила ей. Это чисто какой-то пацанский код, который не разгадать. Все на месте? Все на месте. Ты их понял? Что они имеют в виду, никому не известно. Что ты тоже не понял, да? Фотка-то есть? Ну, нормально. Не мой вкус, конечно, но раз тебе нравится, как бы, мне вообще. Что ты на самом деле? Не мой вкус, типа. Что для него, что ли, показывает, а? Его вкус это мужчина. В его вкусе шаурма. Я зацепил Олесю тем, что у нас жизненные ситуации похожи, и я простой парнишка, и ей таки нравится. Я простой парнишка, ей таки нравится. Такой реально простой, на самом деле. Ну, чем, прикольный. Мы с Володей оба из неблагополучных семей. Нам есть, что обсудить друг с другом. Правда, у него ситуация еще хуже, чем у меня. Его маму и папу лишили родительских прав из-за того, что они пили и не кормили детей. О, Боже. Володя вырос в детском доме с музыкальным уклоном. Он умеет играть на фортепиано и духовых инструментах. У меня вообще никогда в окружении не было ребят, которые бы увлекались чем-то еще, кроме улицы. Я увлекаюсь улицей. Вот сегодня я изучаю улицу. Вон колдобина в дороге. О, да, вот это интересно. Запишем в наше исследование улиц. Вон труп. Интересный экземпляр, да. Надо проверить на вкусовые качества. Вот эта улица, конечно, опасная. Вот. Алевтина Борисовна, добрый день! Слышу музыку, разливается на весь коридор. Это наш Володюшка. Слушайте, как быстро время бежит. Как ты вырос? Детский дом для меня как второй дом. Там одна большая семья. И я туда могу в любое время прийти и пообщаться. Меня там ждут, меня там поддерживают. Бывают даже кормят, если я голодный. В детском доме бывают даже кормят. Ну, в каком-то смысле, ну, типа, не всегда родная семья. Это хорошо в его случае, да? Ну, конечно, да. Детский дом ему дал больше, чем дала бы семья. Честно говоря, это очень редкий какой-то случай, мне кажется. Может, это связано с музыкой как-то? А вдруг вот музыка действует классическая на людей так, что они все становятся сразу дружные, добрые? Когда Володе исполнилось 16 лет, ему посчастливилось обрести семью, с которой Володя меня познакомил всего лишь спустя неделю наших отношений. Его папе Руслану 41 год. Он работает системным архитектором в крупной IT-компании и получает около 200 тысяч рублей. Маме Ольге 39 лет, она сейчас в декрете. У них растет трое родных дочерей. Динара 15 лет. Карина ей 10. И самая маленькая Аиша. Совсем скоро ей будет 2 года. Я считаю, что нам достался совершенно потрясающий ребенок. Вообще, он очень добрый, он очень отзывчивый. Для него очень много значит семья. Характер у него очень покладистый, очень мягкий. Слушай, то, что они в 16 лет его усыновили, на самом деле, это прям... Сильно. Это очень сильно, да. Обычно боятся прям таких взрослых брать. А здесь вообще взяли, в семью так хорошо приняли. Молодцы. Вообще и девочки там тоже маленькие, все вот это его тоже дружат с ним, видно. Я бы так не смог. Я могу только с детских площадок воровать. А с его семьей мы часто созваниваемся. Я мечтаю полететь к ним в гости. Привет, Володя. Привет. Как у вас дела? С Олесией все хорошо. Смотрите там, предохраняйтесь. Дел не наделайте. А то закончится ваше детство. Я буду осторожен. Это была первая мама, которая сказала, предохраняйтесь во всем этом сезоне. Первая. И то она как бы не его родная мама приемная. Ну, кто звонит, спрашивает, как дела, предохраняйтесь. Представляешь, вообще? Ну, золотые люди. Ну, потому что семья благополучная, видимо, у них. Это что, резина, которая тебя останавливает? Пасает, да. Это что, магия? Ученые-колдуны придумали? Да нет, я лучше натру огурцом, намажу горчицей, натрусь редиской, насыплю перца, набрызгаю одеколоном. Мы уже соскучились по тебе. Приезжайте к нам в гости. Я всегда с ними на связи, и они мне всегда помогут. Его приемная семья очень даже хорошая, воспитанная, богатая. Я чаще всего звоню Володиной маме, мы с ней прям как подружки. Я спрошу совета. Я бы очень хотела такую же маму, пусть даже приемную. А еще у Вовы есть родные братья-двойняшки. Никита и Кирилл, им 21 год. Они тоже выросли в детдоме и оба живут по отдельности. Но мы с ними совсем не общаемся, потому что им не понравилось, что у Володи появилась я, и все внимание он стал отдавать мне. Олеся для меня дороже, чем братья, так как Олеся меня поддерживает. Мне очень обидно за Володю, потому что братьям на Володе вообще ***. Володя меня познакомил с братом Кириллом и его девушкой Дариной. С Дариной мы до сих пор дружим, а вот с Кириллом даже не общаемся. Он бросил Дарину беременную. Слушай, подожди, странно. То есть они такие, типа, ты, наш младший мальчуган, он, типа, начал встречаться с девчонкой, поэтому мы тебя из нашего мейн-клаба выгоняем. А сами они там тоже, ну, получается, встречались с какими-то девчонками. И одна девочка забеременела, и все, типа, что? Они просто знали, отчего они своего брата предостерегают на личном опыте. Я очень надеюсь, что Володя другой. Не такой, как его родной брат Кирилл, и не оставит меня одну. Ведь я тоже жду ребенка. Каждый раз, как новый спойлер для меня, вот это. Каждый раз не ожидаешь. Каждый раз, что? Ты? Да невозможно. Ведь я беременна. Я, блин, типа, это, просто твист годы. Каждый раз думаю, что, может, кто-то в этот раз другой, может, оператор окажется беременным. Они так камеру переведут на чело с другой камерой. Он такой, да, я тоже. С Володей мы общаемся уже два месяца, и у нас с ним до сих пор не было секса. Только виртуальный по переписке. У нас был виртуальный. Что? Это можно так назвать вообще? Я медленно разворачиваю шаурму и начинаю разделять ингредиенты по разным чашкам. Йоу, ты музыхист? Я уже думаю, когда же у нас произойдет половой акт, он обо мне знает уже все от и до. Забавно, что она сначала такая, ну, он как бы не подкатывал, не просил секса за телефон. Да. И при этом он такая, когда будет секс уже два месяца прошло, блин? Да, странная. Странная какая-то это, несостыковочка. Я у Олеси не первый, у нее для меня были половые партнеры. Мне, конечно, неприятно, но что сделать? Так есть. А что это он рассказал? Вдруг она не хотела, чтобы мы знали? Он такой, я у нее не первый. Да я думаю, ей пофиг, она пацанка, она убегает от ментов, она не первый раз уже в этом всем крутится. Ну, может, у нее не первый раз по переписке? Ты просто решишь, ничего не делаешь. Что-то не то? Все то. У тебя ни с кем не было? Нет. Ты хочешь сказать, что ты девственник? Да. Я хочу по любви. А со мной по любви готов? Готов. Оно так механически, то есть не с романтикой, с таким, может, ну, типа с томным голосом она. Со мной готов? Готов. Давай, снимай трусы. Давай, давай, снимай. Снимай, нахуй. Все это стяпи, Ваня. Давай. Я не могу поверить, что в 21 веке есть еще 18-летние мальчики, которые девственники. Вот так вот нас испортил 21 век. Понимаете? На следующий день вечером у нас все и случилось. Ты в подъезде? Прям в подъезде. Вау. Романтика подъездов улиц. Не, ну а где там? У него дома друг будет сидеть, она не в моем вкусе, а ты с ней занимаешься. На следующий день вечером у нас все и случилось. У меня дома. Мне понравилось. И я очень рад, что моя первая девушка это Олеся. Мне понравился отзыв на какую-нибудь на зубную пасту. Мне понравилось. Мне понравилось. Уля. Теперь нам хочется заниматься сексом все больше и больше. И однажды, когда мы в очередной раз пришли ко мне... Сырю, у меня с рюки. У меня с чай куки-монстр лежит, как странно. И однажды, когда мы в очередной раз пришли ко мне в квартиру, мама нас спалила. Олеся, ты дома? Я пришла. Привет. Какой ужас. Здравствуйте. Это Володя. Это моя мама Анжела. Какая-то была не бабка. Я уже нацелена. Они в форме слоника этого маленького принца. Удав сожрал слона. Сегодня такие же. Ладно, познакомиться. Как бы знакомство так у нас не проходит вроде бы. Где букет? А как же букет болезней? Можно покашлять на нее. Подержите. Где тортик? Не думаю, что вы придете. Сейчас схожу. В ней я вижу копию себя. И из-за этого я хочу донести до нее, чтобы она не повторяла мои ошибки. Ну как бы ты была моей ошибкой, не повторяй ошибок моих, родись обратно, не рожайся быстро. Исчезни. Честно говоря, это какой-то ужас. Мне прям так неприятно, когда начинают. Вот ты моя копия. Что-то сами себе там увидели, что-то сами придумали. Такие, ты так на меня похожа. Аля, ты моя копия. Как это так вышло? Привела домой. В гости пришел так ненадолго. Ну ты, Олеся, понимаешь, что предохраняться надо? Опа! Говоришь, не говорили раньше. Ну вот все, еще одна вторая сказала. Такая она что-то поздновато. Ну ты же сама это понимаешь. Мне же говорить это не надо. Сама же должна понять. У нее это совсем так, знаешь, ты же понимаешь, как там готовить. Ну руки, ноги есть, ну все. А это ты тоже понимаешь, да, предохраняться надо? Видишь, какая молодец, умная, все без меня понимаешь. Зачем я тебе тогда нужна? Да я это все знаю. Как, все серьезно? Вроде как да, но лучше у Володи спросить, когда он придет. Странный такой, это он лучше знает, серьезно у нас или нет. Я как бы в этих вещах не разбираюсь. Я не была готова так их познакомить, но вроде бы более-менее хорошо. Не понравился, не знаю почему, но... Передай. Давай. Вот, молодец. Это мне? Да, это вам. Да, это вам. Такой, отстань уже. Да, выпросила, вымолила на вот тебе попрошайка от цветочков. Там их четное число, чтобы ты поняла. Да, учусь, подрабатываю. Какие планы у тебя на мой дочь? Серьезные. Хочу открыть с ней фирму, алюминий закупать, валить лес, продавать лес. Ну, серьезные, одним словом, планы. Цветочки свои нанюхай дальше. Ты понимаешь, что ей 17 лет? Да, понимаю. Как бы, если что... Все будет хорошо. Ну, надеюсь. Да, хватит уже с вопросом. Давайте чай пить. Володя стал тусить у меня все чаще и чаще. Но находиться с мамой на одной территории просто невыносимо. За это время, когда Володя проводит у нас, она успевает вымотать все нервы не только мне, но и Володе. Что за вещи там лежат? Это вот это вот. Что это такое? Что у нас негде вешать? Давай убирайся. Тоже убери. Уберу. Что сразу орать? А что, нам надо кидать, что ли, постоянно? Они маме дали субтитры, я тоже без них не понял, да, что она говорит? Не, знаешь, что интересует? То, что там сказали, то, что у них однокомнатная квартира, а тут у них в какой-то другой комнате второй сидят. Ажа, у тебя все время с этим удивлением с однокомнатными квартирами у комнат четыре стены. А, блин. Они могли снимать одну стену, а эта другая стена. Это другая. Еще две остается. Еще две в запасе есть. Все, это логично тогда, да. Анжела, вы что так орете? Я вообще-то не Анжела, имей уважение. Я старше тебя. Анжела Феликсовна, вообще-то. Просто я без смеха ваше отчество уговаривать не могу, sorry. Феликс, на самом деле, это у многих вот аристократов тушьские имена были. Особенно вот русская история. Ты же Феликс. Серьезно? Серьезно звучит Феликсовна. Ну, я знаю, да. Сразу думаешь о Китти Кэта хоть и всяком. Котов рекламе же. Так, кота в рекламе. Ваш отец это кот, а вы получаете роя с той рекламы, с того бренда? Это как типа мужчина назвал себе Биг Мак. Я, так, это мое второе имя, да. Кинг, я вспомнила, он себя Бургер Кингом назвал и получал деньги. Да, Кирилл Бургер Кинг сибирский, это я. Я вообще не понимаю, как Олеся не живет. Это ненормально, чтобы приходить с работы и начинать кричать из-за всякой мелочи. Я понимаю, что долго жить с мамой я не смогу. Нужно что-то делать и куда-то съезжать. Да уж, мать твоя, конечно, ***, Серьезно. Как ты вообще с ней живешь? Постоянно такие ссоры. Я давно бы ушел. А что, может, попробуем вместе жить? Мы с другом снимаем квартиру в однушку, подойдет, нет. Ну, однушка это ***. Ну, обычно на работе пропадает. Ну, все равно ночевать в одной комнате. Хотя посмотри, как вариант. Ну, на самом деле, можно посмотреть, подумать на первое время же, да? Ну, да. Мне понравилось, что Володя не стал моросить, там выкручиваться. Мне показалось, это его серьезный шаг по отношению ко мне. Серьезный шаг. Пожить с другом в одной комнате, спать в одной комнате. Все. Довольно серьезный шаг. Ну, конечно, она не в его вкусе, но надеюсь, они-то разберут этот нюанс. Можно, чтобы она в этой квартире ходила в маске Шрека. Это во всех наших вкусах. Во всех вкусах, да. Володя позвонил своему другу Диме, и тот оказался не против, чтобы я какое-то время пожила с ними. А, здорово. Это что, та самая? Сейчас сходу. Здарова, уродка. У них, причем, не то, что однокомнатная квартира, у них она, видишь, с кухни в одной комнате. Студия называется. Студия. Вообще-то у меня имя есть. Почему вы такие неприветливые? Я здесь жить не буду. Почему? Потому что тут мало места. Тут не кухня, тут это что такое? Даже раковины нету. Ну, если вам не нравится, можете идти отсюда, а как бы... Почему он со мной так разговаривает? Это на улице не похоже. Как это? Да, реально. Где тут граффити? Что так мало места, чтобы бутылки разбивать об стены, чтобы... Где менты за мной гоняться будут по квартире? Как я от них тут убегу? Она понимает, что она просто тоже копирует поведение мамы, начинает сразу кричать. Она не может спокойно объяснить, что ей просто не хочется жить, наверное, вот с этим парнем. Если бы его там не было, может быть, ей было как-то более спокойно, там, комфортнее чутка, а так она прям начинает сразу... Даже когда собак заводят в квартиру новую, старую собаку сначала садят в клетку, чтобы она через клетку нюхалась с новым щеночком. Вот здесь надо было так же поступить, а то они сразу друг на друга начинают наседать. Ну, лайфхак мы запомним. Спасибо. Да мы там просто не уживемся с этим другом. У меня просто характер же не позволит там. Тем более он так хамит. Жить в холостяцкой берлоге с этим грубияном я не намерена. И вообще у меня есть план. Если я забеременею, то Володя не отвертится, и ему придется снять для нас квартиру. Для начала я убедила Володю не предохраняться, сказав, что так намного приятнее. Вот крыса. Какая крыса. Ну, это уже не по-пацански, скажи. Не по-пацански, так подло. На зоне за такое под шканарь загорелось. Что они? Что это? Не знаю. Я тоже. Я эти слова мне Бог в голову послал, и я их произнес. Я начала задумываться о совместном ребенке с Володей, не только потому что... Интересно, что прилагательное о совместном ребенке. А тоже бывают какие-то другие ребенки, когда ты с кем-то его рожаешь. Вот это его ДНК я сейчас найду, вот, заколдую. Я ему, конечно, не скажу. Мы с ним это не обсудим, я все за нас двоих решу. Но вот ДНК я вот сейчас его оттуда... Не, на самом деле, такой, типа, знаешь, судьборешающий мув, чисто ради того, чтобы уговорить его съехаться. То есть, настолько, типа, долгоиграющий мув, ради настолько неперспективного результата. Ну, типа, просто у вас жить в месяце, давай. И ради этого я на 18 минимум лет нас сейчас в оковы закую. Короче, нет, это безответственный абсолютно мув, вообще никак. Мы это не одобряем. Но это просто показатель того, что у нее очень низкая самооценка, и она думает, что никто ради нее, просто вот ради нее, ради того, что кто-то ее любит, ну, не пойдет, а такой шаг, чтобы снять квартиру. Она чисто, как я. Ты что, начинаешь тут не претестить, а? Хочу с ним совместную жизнь отдельно от мамы. Ну, и потому что я уже хочу создать свою семью. Я пока не говорю Володе о своих планах, потому что боюсь его спугнуть. Вдруг он не хочет. То есть, когда я уже запомяю в капкан, тогда уже деваться просто некуда. Хочешь, не хочешь, придется. Слушай, не стесняется, сидит, рассказывает, а? Свои коварные планы. В какой-то момент я поняла, что начала очень много есть и решила на всякий случай сделать тест. Я рада, что на тесте две полоски. И мне кажется, что Володя тоже будет рад, но я хочу ему сообщить чуть-чуть попозже. Вот это будет твист, если он ее бросит. Я рада, но я сообщу ему попозже, чтобы вот еще позже мы как бы не смогли сделать аборт или там это обсудить. То есть, поставить его в безвыходную ситуацию. Ну, пацаны так делают, а? Пацаны не беременеют. Тут сложно проконтролировать, типа, знаешь, забеременеть девушку и потом она такая, ой, что-то я много ем, что-то меня тошнит, сделаю какой-то тест. Она такая, ааа, не-не-не-не, не надо, забей, иди, на тебе, на тебе в живот, чтобы болела в другом месте. Ну, типа, засыпи. Чтобы точно подтвердить свое положение, на следующий день я пошла в больницу сделать УЗИ. По УЗИ беременности я не вижу. Сейчас ее нету. Точно нету. Да, ее точно нет. Для того, чтобы нам с вами точно быть уверенными, есть беременность или нет, лучше сдать кровь на ХГЧ. И все мои планы просто рухнули. Верю, что этот анализ подтвердит мою беременность, и Володя от меня не откажется. Он прям вабанк идет. Чего она взяла, что он от нее должен отказаться? Ну, тоже какие-то какашки в голове, знаешь, вот все, вот установочки, установочки. Значит, нет, когда ты так подло делаешь, конечно, у тебя будет, блин, ну вдруг он от нее откажется. Потому что это очень даже справедливо, там сказать, ты офигела, иди давай, и все. Я очень жду результатов анализа. Все мои мысли только об этом. Ну и о совместной жизни с Володей. Что, ты квартиру уже присмотрел? Ну, смотрел, пока нет подходящих. Подожди. Володя! Что случилось? Ты что такая радостная? Я беременна, прикинь! Да ну, как так? Я тебе вообще не говорила, я ходила на УЗИ и издала кровь на хэгачи. Я беременна! У меня к нам слов нет. Уборь, мы родители. Ты видел этот взгляд? Я хочу тебя поддержать, но я не очень рада. Ты туда влип по полной. Придется все на себя брать, искать новую работу, снимать квартиру. Не думал, что я так скоро стану отцом. Я в шоке, я очень прям рада. Меня просто трясет от счастья. Володя отреагировал. Хорошо, нормально. Он теперь точно будет моим, и все будет хорошо. Ну, это точно клево. Это как бы залог хороших отношений. Ну, все, учитесь, пожалуйста, ребята. Записываем, все. Два месяца попрыгали, погуляли. Пора и детей делать. Да. А то, что наше несоответствие в характерах всплывут где-то через три года, когда ребенок уже родится и разойтись не получится, это фигня. Переживем. Все будет хорошо. Конечно, с профессией физрука придется немного повременить, но профессия мамы и домохозяйки сейчас привлекает меня больше. О, это ты сама приготовила. Ну, ты хорошая домохозяйка тогда. Трэп-хаус-вайф. Мне нравится, как она сразу, типа, решила, что она будет вот мамой и домохозяйкой. То есть она тоже не обсудила, по-моему, это ни с кем. Сразу такая, все, я себе наметила путь. Аля, ты у нас такая вся воук, прогрессив, москвичка. Людям в регионах это, само собой, разумеющееся в голове сидит. То, что роли распределяются на автомате так. Пацан сам только что сказал в интервью, ну, все, значит, он себя надо будет брать, значит, работу новую искать, и так далее. Ну, просто на нем больше ответственность в этом плане. Распределяются эти автоматически. Ну, что, серьезно? Серьезно. Я говорю, меня просто реально раздражает то, что она сразу для себя выбрала какой-то дальнейший путь. Тоже ни с кем это не обсудила. То есть она вроде бы планировала учиться, а тут все это. Да, это, конечно, да. Мы сидим дома, готовим дома. Но то, что она сказала, я буду домохозяйкой, а он сказал, я буду брать ответственность по деньгам, типа, люди порой даже не знают, что есть другой путь или другой вариант. Они думают, что... Как еще? Ты точно рад? Я, да, я очень рад. Я теперь постоянно вот эти вкусняшки буду кушать. Ты готов мне это покупать? Да, готов. Кстати, если на сладкое тянет, будет девочка. Говорят. Если на соленое, то мальчик. Если на горькое, то гермафродит. Мне на сладкое тянет уже давно. Ты просто еще не выросла. А мне говорили, что наоборот. Ну или наоборот. Ну или наоборот вообще наоборот. Ну что, мы будем сообщать первому? Давай лучше Ольге первой. Думаю, она... Они запекали слово обрадуются. Не знаю, зачем они такое вроде-то незапрещенное слово. Грустно, что приемные родители Володи так далеко. Очень хочется поделиться счастьем с ними лично. Фух, я нервничаю. Я нервничаю, все будет хорошо. Привет, вы такие довольные? А у нас для вас новость. Хорошая. Вы скоро станете бабушкой. Блин. Пока. Ну, я прям даже не знаю, поздравить вас сейчас или не поздравить. Потому что дети, с одной стороны, это круто, а с другой стороны, ваше детство закончилось. Блин, вам будет непросто. Да я думаю, мы справимся. Блин, я в шоке, но я надеюсь, что вы справитесь. Мы справимся. Спасибо. Честно говоря, это какая-то жесть. То есть она такая, я хочу поделиться счастьем, бредом. То есть она рассказывает про этот план. Как она будет его подстраивать. Знаешь, есть такая поговорка, создавай свое счастье сам. Вот она и создала свое счастье сам. Ну, точно. Никому не сказав, не предупреди в крысу на свое счастье. Ну да, создала. Теперь вот он будет квартиру оплачивать, все, будет вкусняшки покупать. А я буду тамохозяйкой. В шоке, но я надеюсь, что вы справитесь. Мы справимся. Спасибо. Спасибо. Фух. Я думал, что он будет похуже. Я не знаю сейчас, как моя мама мне расскажет, но сам уже знаю, что она с характером. Лично нужно сказать. Мне кажется, лично она будет как-то поспокойнее. Я понимаю, что моя мама вряд ли так будет за нас рада. Ей все равно. Но рассказать нужно. Живем вместе, и она рано или поздно все заметит. Заметит ребенка рано или поздно. Что ты вечно в руках носишь, что-то носишь. Я думал, это у нас у молодежи приколы какие-то. Это что, младенец все это время был? Ей же было все равно все это время. Она потом только заметит. Мне просто было так пофиг. Я думал, ну ты там картошку носишь. Да, да, да. Что там, пакеты. Мы тут с новостями к тебе. Короче, я беременна. Ты совсем что ли? Тебе сколько лет, Олесе? Вы же тоже с бабушкой 16-17 лет забеременны? Видишь, она сама это использует как предлог. Да, она на нее эти стрелки переводит тоже в этом плане. Ну как она вот маленькая, манипулятор же вообще. Она все эти техники выучила. Герл боссит вообще. Весь выпуск. Герл боссит и герл боссит. Я просто даже не думаю, что она хотела какой-то поддержки. Она просто вот реально хотела будто бы сказать, что вот ну вы же так делали, и что? А мне что, нельзя? Ну такой как бы довод, как удар из-под тяжка, но должен сработать в теории, что типа, да, а что я тут могу сказать? Ну так-то она права, так что не мое место говорить. И что мы родили? И что, надо повторять наши ошибки, что ли? Вы что с ума-то сходите, Володя? Ты-то чем думал? Ты передним местом? Как воспитывать? На что воспитывать? Где жить собираетесь? Володя будет работать. Мы на тебя помощи не будем просить. Единственное, что мы сейчас хотим у тебя пожить ненадолго. А где вы здесь у меня собираетесь жить? На полу, что ли, спать? Ну на полу нас устроят тоже нормально. Ты понимаешь, у меня однокомнатная квартира? Ну это же на время, неделю всего лишь. И все. Ну они еще не понимают, во что они вообще вляпались. Забавно, она даже Анжелу Феликсовну просит писать вот это, типа, снизу. То есть не просто Анжела, да? В других выпусках было отчество? То есть она настолько флексит своим отчеством, что Анжелу Феликсовну, пожалуйста, укажите. Меня скорее пугает, как Олеся, знаешь, такая все, вот реально, вот, как girl bust. Она такая села и начинает распределять ресурсы, приходит к маме, значит, с ней договаривается. Вместо всего этого, ей бы просто показать игру Sims, да, и она бы перестала этим заниматься. Да! Или Майнкрафт. Она бы там распределяла ресурсы себе и так далее. Вот хотите детей, просто скачайте себе Sims. Или Майнкрафт. Вы понимаете, что детей вы не хотите. Я жить с другом, с Володиной, не собираюсь. И идти на улицу тоже не хочу. Поэтому лучше пожить пока первое время у мамы. Когда Володя уходит на работу, я стараюсь тоже уходить из дома, чтобы не видеть мать и не слышать ее претензии. Бывшая девушка брата Володи Дарина в декрете, поэтому мы можем встретиться в любой момент. И я могу советоваться с ней по всяким девчачьим беременным вопросам. Ведь к маме за советом я обращаться не хочу. А как же работа домохозяйки? Она что, говорила, что домохозяйкой хочет стать? Ну вот она. Просто в ее представлении так вот домохозяйки живут. А, она просто хозяйничает, я поняла. Она типа хозяйничает, говорит, кому что делать. Это вкусно. Что-то много есть стало. Если мы так будем есть, нас разничает. Короче, я беременна. Чего? Ты уверена, что тебе нужен этот ребенок? Я думаю, что я готова. А ты не думаешь, что с тобой так же поступит, как Кирилл со мной? Два брата все-таки? Володя другой. Все-таки доверяю. Я тоже так говорила. И что в итоге? Ну все-таки у меня надежда, что он не будет таким. Если ты реально этого хотела, то я тебя поздравляю. Кирилл и Володя – это две копии. Потому что в отношениях Олефи и Володи я вижу то же самое отношение Кирилла ко мне. Какое отношение? Просто я даже не поняла. Типа они Володю показывали, он вроде такой неплохой парень. Ну она боится, что он тоже услышит пол, который ему не нравится, и скажет, я заказывал другой, и я ухожу. Как тут все любят, тут эти проекции какие-то строят. Типа вот она копия меня, и вот сейчас эта Дарина заживала, то у них отношения как у нас. Потому что так проще, так мозг автоматически делает, обращается к тому, что уже знакомо. Точно, точно, да. Мы обезьянки. Не знаю я, что делать. Леся забеременела. Что вы ожидали? Конечно, она же гуляет. Мальчик есть. А кто он такой? У меня так все просто. Она же и гуляет. Мальчик есть. А кто он такой? Ну это должно было сработать именно так. Ты видела постановочность этого диалога? Мальчик есть. А кто он такой? Она находится вообще, она непонятно где живет. А кто он такой вообще? Да, один парень. Так себе. Забеременела, все, надо рожать. Ну, да как они будут воспитывать? Ты ведь родила, ничего не пропало. Нормально, бабка, ничего не пропало. Она со стула пыталась спрыгнуть в три года назад. Ничего не пропало. Это вот, знаешь, это как мама с Олесей. Мама с Олесей говорила, что типа, ну руки. Многие есть. А вот бабушка маме Олесе говорит, ну что, не пропало? Ну вот, короче, вот это обесценивано, типа, из поколения в поколение. По наследству передается. Как там, генами. Олесе справится с ребенком, если Анжела будет помогать ей. Справимся все вместе. Что, уже все новости знаешь от мамы? Мама рассказала. Ты рассказывай теперь. Хоть парень-то хороший? Да, хороший. Чем он хороший? То, что ребенка сделал? Он работает, старается. Вы что ругаетесь-то? Нечего ругаться уж. Вон ей скажи, чтоб не ругалась. А ты не понимаешь меня, не слышишь меня. Так же хочешь мучиться, как я, что ли? У меня есть Володя, он мне будет помогать. Я уж вижу, что как он тебе помогает. Что живете у меня и спите на полу. Да это только на время. Он хороший. Они все хорошие. Меня просто удивляет, что они сейчас вопросы задают. Типа, а мальчик-то хороший? Типа, знаешь, они не спрашивают. Типа, ну что там делать будем? Типа, вот как мы там? Ну это что-то из отряда, как дела? Типа, нормально. Мальчик хороший? Хороший. То есть... Да нет, они просто сразу всю ответственность на него, понимаешь, возлагают. Как-то даже обидно. Он этого даже не хотел. Он этого не планировал. Ну обманули. Ну правда. То есть, ну так и получилось. Обманули. И сейчас они все у него спрашивают. Про него спрашивают. Типа, а че он там какой-то? Типа, забавно, как она прям хорошо манипулирует. Они сказали, на неделю, на неделю. Да, да. На полу спите уже у меня. 16 лет. Три года спите у меня на полу уже. Мама с бабушкой начали друг друга понимать возрастом. И мне не нравится, что они меня учат жизни. В себе уверенно думает, что она все сама может. А в самом деле без матери никуда. Воооо, вот это самая жесткая, глупая манипуляция. Ты сам ничего не можешь. Ты глупый. Ты сам не справишься. Тебе нужны родители. Понимаешь? Не просто так Олеся на кого-то понаделась. Да потому что вот на нее навешали вот этой дурацкой лапши. Это на самом деле очень частое явление. Ты отрицаешь, что люди в 16 лет понимают все-таки меньше в жизни, чем люди даже 10 лет спустя? Нет. Не в этом просто дело, понимаешь? В 26 и в 46. Мне кажется, здесь был вопрос со стороны опыта. Типа, что они это обе прошли, бабка и мамка, и пытаются донести, хоть и в кривом своем каком-то понимании, но пытаются донести опыт свой с тем, как они рожали детей в раннем возрасте. Да вот в этом-то и проблема, что они просто свой опыт пытаются донести. Типа, они продолжают-продолжают навешивать свои же проекции на нее. В этом проблема. Ну да, так это и есть проекция. Привет. О, пришел по ненаглядному. Привет. Сколько времени ты видел? И они так все спят в этой одной огромной комнате. Володя, знакомься. Это Олеса бабушка. Это наш красавец. Долго я был, потому что на работе был. Куда это ты вешаешь куртку? Вешай туда на место. Куда? Прихожую, конечно. Ну вот, бабушка, я тебе говорила, нормально. Прощай, супер, супер. Володя, какое у тебя образование? А-а-а, так прям при бабушке. А-а-а, ужас. Ну а что, поцелов в щечку, Аль, что ты паникуешь? Он же не начал ее пежать при бабушке. А-а-а, ладно, я не могу. Может сейчас, чуть попозже ночь настанет, он начнет. Что ты вроде у меня туда ходит? Может, бабушка присоединится. А-а-а-а! С опытом, в смысле, говорить, наставлять. Вы все неправильно делаете, не так. В мое время это было в ухо, а вы куда суете? Я через ухо родила. Какое у тебя образование? Среднее. Он у повара, кстати, учится. Почему-то так и дома не готовит. А-а-а, дома не готовит. А-а-а, это тут полезно, козявка. Я вас все кормлю морковкой да луком, кормлю вас, а он не готовит. Где моя флагра креветки ее? Ну, он на работе. Не, я на работе. Ну, что ты, Володя, сейчас хочешь стать папашей? Нет, мамашей. А-а-а-а, я увольняюсь из ютуба. Ну, что ты, Володя, сейчас хочешь стать папашей? Да. И как будете расти ребенка? Нормально. Как будете расти ребенка? У Алясы же есть мама. У Володи же есть работа, чтобы поднять на ноги ребенка, а не мама. А ребенка как будете смотреть? Он будет работать, я буду за ребенка смотреть, как всегда, как у всех семей. Поживем, увидим, что будет дальше. Видишь, она говорит, как всегда, как во всех семьях. То есть, я тебе говорю, у них нету в их установках другого чего-то во всех так семьях. То есть, они даже не знают, что в нашей семье я буду мамой домохозяйкой, а ты будешь пахать на этот ваш, вот, на Ютуб. У них такие странные разговоры. Как растить будете? Нормально. Что делать будете? Нормально. Ну, завтра обсудим. Все, вопросы решили. А ты как о, ***, так поздно пришел домой? Пока добирался, пока что. Сексом умеют заниматься, пускай ей научатся работать, деньги зарабатывать. Вот это у тебя какие-то описания. Это она, вот ей бы реформа образования делать вот с таким вот. Сексом научатся, умеют заниматься, вот работать тоже научатся. Мама продолжает каждый день выносить мне мозг, чтобы я за всеми убиралась, готовила есть, еще и продукты покупала. Мама, это сейчас надо делать? Да, сейчас. Так-то, прикинь, все с утра встают и убираются. Кто все? Сумасшедшие, блин? Что? Кто так делает? Что это, люди, которых надо в дурку класть? Встали, убираемся, все, сразу зубы чистить, это же щетки, надо пол протирать. Все, давайте, Володя, вставай. Тебе что, не на работу? Нет. Если не на работу, встал тогда и думаете, что с жильем, что делать дальше будете? Да вы не переживайте жильем. Вы мне тут нужны. Давайте, все, вставайте с кровати, становимся самостоятельными, индепендент людьми. Единственный довод от мамы был. Вы мне тут нужны. Вот это. Тут по факту. Володя, давай вставать, она не отстанет от нас. Так-то, Володя, ты вообще говорил, что ненадолго? Надоела мама Олесе, хочется уйти на работу и не возвращаться никогда. Ты тоже, Володя, давай ищи квартиру уже. Ты что ты начинаешь? В смысле, что я начинаю? Я беременна, Володя. Беременность? Мне нельзя переживать. Мне нельзя открывать ноутбук, мне нельзя вводить сайты эти. Кстати, да, интересно, ты ищи квартиру. Не, ну, снять квартиру он как бы должен. Но поискать-то можно и вдвоем. Вот эта радиация от ноутбук, понимаешь, детям не полезна. То есть она не хочет разделять ответственность вообще. Это интересно. А знаешь, что это? Это называется инфантилизм. Полный чистой воды. Я беременна, сплю на полу. Тебе вообще это нормально? Ну ты ж не на голову получишь. Как же она давит на жалость. Ооо, ты прикинь. Я беременна, сплю на полу. И я еще и лежу на животе, чтобы было еще неприятнее. Она сама сказала, давай приезжай, давай жить у моей мамы. А теперь она начинает ему предъявлять, что она на полу спит. Это страшный человек, честно. Я бабушку загнала его жестко. Да, это прям паучиха. Мисс Паутина. Мадам Веб. Мадам Веб, да. Все, давай, зайка, не будем ругаться. Я найду квартиру и мы снимем ее. Хорошо, давай, Володя, только точно. Точно, обещаю. Если Володя также будет кормить меня завтраками и не возьмет все в свои руки, то мне придется все самой решать. Мне придется заходить на сайты со мной и искать риэлторов. Искать квартиры. Тут угроза. Как плохо. Знаешь, вот я прям, честно говоря, впервые как-то, я пытаюсь тоже понять. Пытаюсь как-то вот проникнуться, что ли. Вот тут прям вот вообще, знаешь, хороших слов не находится. Ну вот просто вот что за человек, а такой. Ну уже нехороший, ну нехорошо себя ведет, плохо. Хорошо оплачиваемой работы у Володи так и не появилось. Он сначала уволился из общепита, потом набрал каких-то подработок, но дохода они не приносят. Денег на квартиру мы так и не нашли. Ну что, Володя, с работы делать, блин? Я постараюсь найти работу, но мне самому не нравится своей матери жить. Она говорит, привет. Олеся, это Люба. Это кто? Это знакомая. Бывшая знакомая. Как понять бывшей? Ну, не начинай. Ладно, ребят, всего вам хорошего. Радуй тебя было встретить. Ой, какой-то странный разговор. Они просто встретились у лоб в лоб. О, привет, это Люба. Мы не общались там пять лет, но вот это Люба. Это Олеся. Еще забавно, что она сразу, это кто? Твоя бывшая? Ты что, офигел с бывшей, бывшие люди у тебя были? Типа, сейчас она начнет ему капать на мозг то, что у него были бывшие тоже. Тут реально бывает иногда вот эта необоснованная ревность просыпается. Особенно, когда ты выбираешь себе человека, чтобы он тебя выбрал. Он тебя полюбил. Типа, ты ему был неинтересен, но ты вот как-то попытался сделать так, чтобы он тебя полюбил. И привязать его к себе. Вот поэтому тут ревность еще выше. А, да, не мое, ты все говоришь, что я с ним глазкаю. Смотри в экран. Мне говорю, бывших не это у тебя. Потом Люба по сюжету, наверное, это там твистка. Она окажется матерью ребенка. Мы с ней так в кино ходили. Я понимаю, Володя красивый мужчина. Он привлекает других девочек. И мне кажется, его могут увезти у меня. А что, она накрашенная. Еще бы поцеловала его. Конечно, я буду ревновать. Она накрашенная. Ну да, пошла отсюда. И только ее привилегия. Можно только ей краситься. О боже, я боюсь. Она страшный человек. Встреча с бывшей меня напрягла. Я тут же вспомнила слова Дарина о том, что Володя может меня бросить, и мое настроение испортилось. Встань от меня. Да все, успокойся. Больше я с тобой разговаривать не хочу. Зайка. Отстань. Зай. Иди к своей Любочке. Ну, Зай. Я люблю тебя. Ой, кринж. Ебаный. Вот ебаные дети еще. Вот как их обозвать? Вот на заводится детей в 16 лет. Ведут себя как просто тупари абсолютные. Не, 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 не к своей Любочке. Поживите с нашей Асалией сначала, а потом думайте о детях. Понятно нафиг? Что вы еще маленькие все, да? Понимаете? Вот кто что не говорит, что я не такой, не такая, не сякой, мне вообще 16, я уже все могу? Вы тупые все еще, понятно? Идиоты. Вы все дураки. Не отписывайтесь, пожалуйста. Я только, я не про вас, зрители каналов наших. Вы очень умные, вы сами. Вы просто гений, поэтому вы подписаны на нас именно. Вот, а все остальные, ну вот. Кто там пришел? Уж только попробуют к Володе подойти. Узнают, что такое фингал под глазом. Узнают, что такое палец в попе. Узнают, что такое. Молодец. В однокомнатной квартире мамы среди стольких людей у нас с Володей нет никакой личной жизни. А так ведь действительно можно и парня потерять. Я из-за этого сильно парюсь. Вдруг он реально кого на стороне найдет? Поэтому я решилась позвонить маме Володе и попросить денег на квартиру. Заметила, кстати? Опа, а тут она с пузом! А тут без пуза! Поэтому я решилась позвонить маме Володе и попросить денег на квартиру. Надеюсь, что переезд решит все проблемы и жизнь наша наладится. Я решила сказать Ольге все как есть. Чужие люди помогают больше, чем родные. Привет, Олеся! Как дела у вас? Ну, у нас на самом деле не очень все хорошо. С мамой жить как-то сложно на самом деле. Потому что у нас стычки, ругаемся. Хотелось бы уже съехать. Еще Володя на подработках работает. Денег особо тоже не хватает. Ну, если хотите, я могу помочь вам на первый месяц. Знаете, я бы не отказалась. Потом вернем вам денег. Сейчас у ребят непростой период. Володя меняет работы. У нее такие завораживающие зеленые глаза. Да, реально. Это все. Это очень редко. Поэтому мы решили дать им денег на первое время, на квартиру. Как бы мы их заняли, но обратно не очень ждем. Тут есть... Правильно. Хорошо, продолжай в том же духе. Они им типа дают денег, но, а потом, как они вообще будут платить за это все? То есть, все равно, понимаешь, в любом случае это упадет на чьи-то плечи. Либо на родителей Володи. Ну, понимаешь, она паучиха. Она вот эту паутину теперь затягивает их, потом через месяц скажет, ой, он все еще не зарабатывает. Отдолжите еще на месяцом. И вот такая вот паутинка всех открутит, опутает. И она будет вот так всеми сидеть, управлять. Я благодарна маме Володе. А вот моя мама только выгоняет, вместо того, чтобы действительно помочь. Ты что, куда собираешься? Вещи собираю, приезжать буду. Куда? В квартиру. В какую квартиру? Ну, ты же ничего решить не можешь? Она вот так ему... Ну, ты ничего решить не можешь? Я решила. Попросила у твоей мамаши денег. Да, то есть она даже не сказала там... Я решила звонить от твоей мамы. Она типа его мужское достоинство так принесла. Ну, ты же ничего не можешь. А что ты со мной не посоветовалась? А что с тобой советоваться? Я тебе говорила, много раз говорила, Володя. Найди деньги, работай. Я написала Ольге, поговорила с ней и взяла у нее денег на первый месяц. Мне очень стыдно, что Ольга нам дала на первый месяц за квартиру. Но я обязательно это ей верну. Вот я так и думала, потому что ему вполне может быть неловко от этой мысли. То есть эти родители, они ему очень много дали. Они ему помогли. И он просто уже не хочет у них что-то еще просить. А тут она за него просто берет это и делает прям за спиной. Кукловодик. Мы нашли квартиру на деньги родителей Володи. И, наконец, уже заживем, как настоящая взрослая пара. Это не дешевая квартира! Она будет тысяч тридцать стоить. Да нет, и что там? Да, сто процентов. Это новый дом. Это, скорее всего, это новая квартира, еще не обжитая. Будем сами решать, когда и чем заниматься. И никто смущать и доставать нас здесь не будет. Кто написал на диван? Ну вот они, наконец-то, могут кто-то им заняться, позволить себе. Понимаешь, они взрослые, хотят описать диван, они это сделают. Ну, Володя. Что не так? А что она такая темная? Ну, раскроешь шторки. Ну, на самом деле, да, пустяки. Тут можно открыть. Все уютненько сделаем. А сюда поселим что-нибудь. Видишь, светло стало. Давай, давай, быстрее разбирать. На самом деле, я очень рада, наконец. А я так и рад. Ну, конечно, в этой квартире не то, что я думала. Но на первое время, конечно, пойдет. Но в дальнейшем я... В дальнейшем я хочу, конечно, меншин себе, как у Ким Кардашьян. Блин, чтобы свой бассейн был и джакузи. Я не знаю, я в каком-то шоке. Да, то есть она ничем не довольна никогда. Ну, ей всего не хватает. Она очень подло поступает со всеми. Я думала, у нас будет свой повар. Я думала, у нас будет шаурмичная машинка. В дальнейшем я хочу в другую квартиру переехать, чтобы прям было вау. Она, кстати, людей так, по-моему, и оценивает. Типа, кто ей помогает, а кто нет. Вот она когда там о ком-то говорит, то есть, ну, типа, вот они хорошие, они помогают. Мама плохая, она не помогает. У него сегодня первый рабочий день на новой работе в шиномонтаже. Правда, меня напрягает, что его туда позвал друг Дима, который мне не очень нравится. Но, с другой стороны, у нас хотя бы, наконец, появятся нормальные деньги. Ей даже, понимаешь, ей даже не нравится, когда он находит какую-то работу. То есть ей все прям... Ну, это работа плохая, потому что ее друг подсказал, а друг плохой. Ну, значит, работа плохая, деньги плохие с них будут. Но я буду им пользоваться, как бы, почему бы и нет. Но все будет плохо. Да. В целом это плохо. Ну-ка, давай. Моя беременна. Оба-на. А ты это, не рановато ли еще? Да нет, не рановато. Ну, что, поздравляю тогда тебя. Спасибо. Все, может, вечером отметим? Да не могу. Из-за чего? Моя против. Я считаю, что Володя уже прогнулся под Олесью. Ну, он уже стал подкаблучником, и Олеся решается за него. Я же тебе говорю, Аля, ты просто смеешься, но это такой порядок жизни, там. Все чисто пацанское такое, то есть, ну, типа, прогнулся под женщину, каблук. Женщина, значит, должна это домохозяйке быть, ты должен, мужик, зарабатывать. Тебе смешно, а это абсолютная правда их жизнь. Ну, я понимаю, но даже вот они, на самом деле, как-то осознают, что рановато. Ты смеешься так же, как вот над пингвинами, которые падают на спину в документалке. Такие милые пингвины падают на спину, а вот над этими это то же самое. Володя приходит с работы подозрительно поздно. Когда он лег спать, я решила залезть в его телефон и обнаружила переписку с девушкой. Я сразу его разбудила. Че это за ***? Какая? Вот это вот. Че за Люба? Почему она тебе пишет? Ну, она хотела встретиться, но я же отказал ей. Почему, когда она тебе написала, ты сразу не закинул в ЧС, допустим? Как неадекват, как сумасшедший какой-нибудь. Ты неправильно все делаешь, ты плохо зарабатываешь, ты плохо общаешься с людьми. Почему, когда тебе пишут женщины, ты не блокируешь? Написала бы ему женщина такая, здравствуйте, я управляю компанией по продаже зерна. Значит, я хочу, чтобы вы работали, зарабатывали 300 миллионов тысяч. Иди в ЧС, дура. Ты женщина, я не, 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 моя не оценила. Прости. Я твоего ребенка ношу. Все, я заблокировал. Ты довольна? Да. Там причем у Любы написано «счастливая мама и жена». То есть она как бы замуж. Все, давай не ссориться, иди сюда. Не хочу ссориться. Чтобы больше у Володи такого не было. Хорошо. Как любому мужчине, мне хочется посмотреть на другие девушек. Это нормально, но она этого не понимает. Это нормально? Но она этого не понимает. Сейчас я тебя заблокирую, в ЧС отправлю. Пойдешь отсюда, из этой комнаты. Какие-то подстаканники. Да, смотрите, новая кружечка с клубничками. У нас вязанное в жизни скоро будет все. Мне кажется, даже ребенок у нас будет вязанный. Хочешь, я... Она будет его 9 месяцев ваять с пиццами своими. У нас будет связанный ребенок. Связанный. Нет, такое решают родительских прав. Я в бешенстве. Где тот Володя, который был изначально? Я просто не могу. Ой, ожидания не оправдались. Ой, как жаль. Ой, это же... Я думал, это тот Володя, который... Ну, я сейчас забеременею, будет тот самый. А он не тот. Ой, ой, ой. Как неожиданно. Как два месяца повстречались. Это не тот Володя, которого я хотела. Наверное, надо было чуть дольше вместе побыть. Ну, как жаль. Ладно, мы тоже противные сейчас. Ну, ничего, ну можно. Важно. Ну, противная серия. Ну, скажи, я могу. Да, я бы ее посадил в тюрьму. На самом деле, вполне можно как-то тут это тоже... Я даже не знаю. Хорошая мысль. Молодец. Нет, просто с другой стороны, ну, так подумать... Хорошо, молодец. Где тот Володя, который был изначально? Я просто не могу. По факту ты его съела, этого Володю. Ну, типа, его душу сожрала кусочек за кусочком. И вот Володя не осталось. Это твоих рук дело. Живи с этим теперь. К сожалению, это просто правда. Похоже, переезд на новую квартиру и отдельная жизнь от мамы на Володю никак не повлияли. Я по-прежнему ревную его к другим телкам. Поэтому я решила скорее встретиться с Дариной и спросить ее совета. Как сделать так, чтобы Володя смотрел только на меня? Сейчас мы будем делать привороты. Мне тут, походу, Володя изменяет. Чего? С чего ты взяла? Гуляли в центре. И Володя, короче, встретил бывшую свою. Вот, после этого у него как-то внезапно появился ее номер. Как ты думаешь, они общаются? А ты не пробовала как-то это проверить, последить за ним? Ну, а как я за ним прослежу? Ну, я как-то в свое время с Кирилла, когда подозревала, скачала приложение. Угу. И видела, где он, с кем он. Ну, идея так-то хорошая. Попробую установить. Хорошая, нет, хорошая. Вот просто доверяйте людям. Если они вас обманут, вы об этом обязательно узнаете. И так, и так. Просто жить для того, чтобы вот так проверять, следить, крысить. У нее вот паранойя с детства. Мне кажется, вообще мы скоро с ним расстанемся. Я какая-то не такая, что ли, стала. Ты не пробовала себя изменить? А что я? Начать краситься, одеваться. А то она голая ходит, да, одеваться. Пробовала, блин, одеться. Какой краситься? Краситься я не умею. Давай я тебе научу. Давай. Чтобы Володя был мой, я готова меняться ради него. Чтобы Володя не смотрел ни на кого больше. То есть, понимаешь, все сводится к тому, блин, вот такая тяжелая жизнь. В Володе вот он других смотрит, не справляется. Как же вот это решить проблему? То есть, знаешь, не поговорить по душам, не начать раскрываться там как-то. Надо накраситься. Вот ему, он приходит с работы уставший такой, и это накрашенное. Тут уже, уже типа не как обычно, а накрашенное. Он такой. Может там тушь заговорил? Слава богу, другое дело. Наконец-то жизнь стала легче. Блин, денег стало больше. Ну, наконец-то ты женщина. Я-то тебя ждал. Вот уже месяц Володя трудится в шиномонтаже и получает хорошие деньги. 15 тысяч в неделю. Теперь точно заживем. Но, чтобы не упустить свое счастье, я последовала совету Дарины. Заказала всякой косметики, стала краситься, а еще установила по-тихому приложение для слежки. В телефон Володи. И что это за... О, покупочки. В смысле? Копилка. Ты копить собираешься? Почему я собираюсь? А кто? Ты собираешься. И зачем тебе это все? Я же все-таки девочка должна себя баловать. Видишь? Нифига себе. И ты собираешься копить? Ну так побольше надо зарабатывать. Не бейся, что Олеся заказывает всякую... И говорит, что я мало зарабатываю. Ну здесь, по-моему, все доводы справедливые. Она не заработает, заказывает всякую фигню и говорит, что я мало зарабатываю. И что вы прикажете мне делать? Ну она просто браслетики заказала, понимаешь? Она решила, что вот он с ней тогда останется. Вот она наденет браслетик. Вот реально такой манки-брейн какой-то я не понимаю. Я думаю, что Олесе надо научиться экономить, а не пилить мне мазки. Я хочу, чтобы мой ребенок не знал о бедности, как у меня. Поэтому я трачу деньги от своего мужика на всякую фигню. И поэтому я хочу, чтобы он набирал деньги в копилку. Потому что ребенок, если будет думать, что мы бедные, я вам покажу копилку. О, видишь, копилка, есть деньги там. Мы не бедные. Они просто все вот эти сдачи, знаешь, там под 10-рублевый монет. Они будут копилку класть, и вот это на ребенка. А все остальное это мне. Это на Вайлдберрис. Это на Вайлдберрис, да. Моя пидит, гормоны играют. Она жалуется, что типа я мало денег зарабатываю. Типа хочешь, чтобы я больше зарабатывал. Ты ей скажи то, что ты как бы не миллионер. Она еще все тратит. На барахло, да, какое-нибудь? Курьер принес пакеты, копилку. В пакете всякое барахло там. Так ты возьми один раз, потрать на себя, да и все. Чтобы она понимала то, что ты как бы тоже человек, ты зарабатываешь эти деньги, и в этом твоя доля есть. Она еще ни разу не работала, и права она свои качает. Она пусть придет, хотя бы поработает у нас, хотя бы деньги, если простоит, конечно. Тогда поймет, как эти деньги зарабатываются. И пусть покупает тогда, если что хочет. Тут по факту он сказал. Я решила написать Володе смс-ку с извинениями за свое поведение. Не нужно нам ругаться. К его приходу сделаю себе лучший новый макияж. И просто выводы у нее... Выводы гениальны. Я думаю, хозяйка, я делаю макияж. Во-первых, вывод не то, что я должна как бы более понимающей относиться и так далее. Не нужно нам ругаться. То есть просто есть какой-то принцип, ну не, ругаться ж не нужно. А причины, по которым вы ругаетесь, это зачем вот в это глядеть, рассматривать это все? Ну и, естественно, вывод гениальный, да, надо лучше краситься. Ща, получается. Вот Аля начала лучше краситься. Жизнь сразу сказка, просто конфета. Полетели все, счастье, здоровье. Вообще. К его приходу сделаю себе лучший новый макияж. Тем более, что я еще не всю косметику опробовала. И стрелки рисую недостаточно уверенно. Кирилл, ну ты меня скажи, вот выбирал по стрелкам. Вот видел, что у меня стрелки ровные. Ты такой вот. Вот она точно детей хороших родит. Она им стрелки нарисует, как минимум. Не стыдно в детском саду будет. Она housewife. Она готовит себе макияж. Не еду, а макияж готовит. Это что такое? Это я себя решил порадовать. Купил кроссовочки себе. А почему ты себе кроссовки купил, а мне нет цветочка, ничего? Обделил, считай, меня. Ну почему обделил? Ты же заказала себе всякие погремушки. И за сколько ты их купил? Ну за семь с половиной. Сколько? Ты смеешься надо мной? Нет. Володя, это... Я себе даже за семь пятьсот не покупаю. Ты думаешь только о себе? Буду я тебя еще ратовать. Что значит буду? Я сейчас хочу. На, возьми. Сходи, что-то себе купи. Спасибо. Почему, Олеся, можно покупать что-то, а мне нельзя? Он ей десять косарей дал! Что? Сходи, Чинси, купи. Такой вот вид отношений. То, что вот я могу когда угодно себе что-то купить на твои деньги. А если ты себе что-то покупаешь, то ты должен принести дань. Мне видит цветочка. На, Аля. Сходи себе что-нибудь купи. Сегодня я иду на второй скрининг. Я очень волнуюсь, потому что именно на втором скрининге объявляют о том, какого пола будет малыш. Какого пола будет, Кирилл? Какой пол будет? Ламинат. А я думаю, будет... Паркет. Мальчик. Боюсь, что если будет девочка, то Володя может ее бросить, как бросил меня мой отец. Ну вот все проецирует, все проецирует. Ну одна проекция в жизни. Ты думаешь, в Москве это дико, да? А там-то вообще детей до сих пор с обрывов скидывают, если... Что, реально? Родилась девочка, то до свидания. У вас так делают? Да, у нас так до сих пор. А как там у вас девочки вообще живут? Вот эту загадку даже я не разгадал еще. Я понимаю, что Володя совершенно другой человек, и он не должен так поступить, но вдруг... Можно немножечко так личико посмотреть уже. Видно, в принципе, глазки, да, носик, губки. Ну пол можно будет узнать уже. А можно еще пол на листочке написать, мы хотим гендерпати делать? Хорошо, конечно. У них тоже гендерпати. Набрались у Запада всяких фишек этих, вонючих. Гендерпати эти ваши. Взрывают там баллоны с розовым газом. Раньше гендерпати какие были? Вот вылезает из женщины человек, смотрит на него. Женщина-человек. Из женщины человек вылезает, на него смотрит. Мне не важен пол. Картошку можно пахать и копать с любым полом. Ну и на поле. И на поле он растет, развивается, кушает колорадских жуков. У меня так растилен, по крайней мере. Пол ребенков я сейчас вам на листочке напишу. Она говорит, пол ребенка, она напишет на листочке, а другую половину где? Ха-ха-ха-ха-ха. Чего? Желание открыть конверт невероятное. Но я держусь. Вот устроим гендерпати, тогда и узнаем пол малыша. Ну и чего? Как думаешь, что будет? Ну, я надеюсь, что мальчик. А я тоже. Нам нужно уже насчет гендерпати что-то решать. Давай, ну, в течение недели. Тогда надо всех собрать. Я свою маму захотела позвать. Хорошо. Пацан, я хочу, чтобы он был такой же, как я. Без родителей, в детдоме у вас родители. Кирилл уже! Чтобы можно было с ним куда-то ходить. Туда, куда девочку нельзя. А-а-а! В мужской талии. В гей-клубы? А-а-а! Кирилл! Куда тебя понесло? Я следую его логике пока что. А зато прикинь, как круто иметь девочку. Ты, будучи мужчиной, уже знаешь места, куда девочкам нельзя. Зато с девочкой ты сможешь ходить в места, куда нельзя мужчинам. И ты откроешь для себя новый мир. Потому что у тебя есть девочка как, как бы, проводник в мир вот этого запрещенного женского чего. Вот куда нельзя мужчинам? Отличная мысль. Молодец. Впервые в жизни я скучаю по маме. Может, это потому, что я никогда не жила отдельно от нее? Хоть у нас и были всегда скандалы, но виделись мы каждый день. А может, потому что скачут мои гормоны, и мне сейчас как никогда хочется маминой поддержки и заботы. Поэтому до праздника я решила встретиться с мамой наедине. Хочу попросить ее о помощи. Давай я тебе шурпу наложу. Шурпу? Да. Фу, шурпа. Это та самая, которая в таком огромном котле делалась, томится, да? Там просто какие-то анусы какие-то нарубленные, какие-то, что попало. Для меня это страшное блюдо. Даже вырастя в суровой Сибири шурпу я никогда не смотрю. Типа там, ладно бы, какое-нибудь филейное мясо, но там вот прям буквально что-то кости, уши, глаза, жопы. Это все, что в холодильнике, знаешь, не пригодилось. Они такие, вааа. Не в холодильнике даже, а все, что при разделке туши животного не ушло в мусорку, берется и делается шурпа. Походу вот у нас так было, не знаю. Ходила я на второй скрининг. И что там, как дела? С ребенком все хорошо. А что, кто будет? Я не стала узнавать пол. Мне на листочке написали. Мы хотим с Володей сделать гендер-пати. Это что такое? Вот это хороший ответ, правильный. Православный ответ. Гендер-пати, это что? Это половая вечеринка. Половое праздненство. Лопать шарики там, если розовое конфетти, то девочка. Если синее конфетти, то мальчик. Ну так интереснее будет, мне кажется. Так что приглашаю. Еще хотела бы помощи попросить, чтобы организовать вдвоем, а то я одна вообще не справлюсь. Ладненько, давай тогда. Помогу я тебе. Я ведь все-таки люблю тебя, ты моя дочь. Мне так приятно, что Олеся попросила меня помощи. Я помогу. Я хочу ей дать ту любовь, которую она не получила в детстве. Сейчас самое время. Как ты думаешь, никогда не поздно или все-таки поздновато бывает? Конечно, бывает поздно. Все, типа в какой-то момент ты уже чего-то привыкаешь. Ну да, в 45 лет мама приходит. Ты моя сладкая девочка моя хорошая. И ты 45-летний такой, что происходит нафиг? Она уже этой любви какой-то не получила, которая ей нужна была. Для формирования здоровой психики, да? Да, то самое. Вечером нас ждет важное событие в жизни. Мы наконец-то узнаем, кто у меня в животе. Я долго готовилась к этому дню. Я обзвонила всех своих друзей и родственников и пригласила на наш праздник. Да. Ну вот это как лучше. Кто-то у тебя звонит. Алло. Алло, Зай, ты как? Я нормально, гендер-пати воин готовлюсь. Прикинь, как все красиво тут вообще, я так и знал. Я сегодня не смог приехать, я задерживаюсь на работе. В смысле, Володя? У нас так-то планы. Мне это что, одной Володе что ли надо? Ну, перенеси, пожалуйста. Я не буду ничего переносить. Все уже готово. Прости, я не смогу. Зачем вот это все? Алло, Зай, не переживай. Да. То есть вот она просто даже не спросит, а что такое, почему, как так получилось? То есть она даже не хочет услышать. Это то, как в нашем обществе люди воспитываются в том плане, что они не думают о том, что они могут сделать для другого. Они думают в первую очередь, что вот мне, а вот мне что дали. Мне не додали вот то, мне не додали вот это. И причины уточнять редко берутся. Это, к сожалению, не учат нас с детства, многих, по крайней мере, меня так не учили. Этому надо учиться на ходу. Вот она просто начинает тоже сразу бросаться, да, вот в такие какие-то крайности. Она думает, тоже на себя перенимает, что вот он меня не любит, он меня не уважает, я ему не нужна, вот он поэтому не приезжает. Сразу вот какие-то вот такие переносы на себя все. Ну, не хватает, что ли, какого-то понимания, там, эмпатии, наверное. Понять, что, ну, бывают такие ситуации, это никак не влияет на то, что ты, там, какой-то не такой. Вот просто, ну, так случилось, так получилось. Вот этот вот шар еще. Господи. Все бесит меня. Смотри, у тебя девочка будет, Олесь. А она сейчас еще больше загонится, потому что он меня бросит теперь еще из-за того, что девочка. Какой-то кавардак. Это такой реенактмент того, как было по-нормальному, по-настоящему, то, конечно, эти вот люди со своей вспыльчивостью подышите глубже перед тем, как делать какую-то херню. Чего ты переживаешь? И что я хотел вообще мальчика? Девочка, это тоже хорошо, главное, чтобы здоровая родилась. Забейте, забейте на него. Он девочку не хотел. А вдруг он меня бросит так же, как мой отец? Не все такие, знаешь, мужчины. Ну и пусть Володя уйдет. Вырастим как бы сами. Не пропадем. Я же не пропала. И она сможет. У меня просто ощущение, что мама стала добрее, потому что она тоже такая, типа, ой, у меня был такой опыт. Сочувствие началось какое-то. Да, началось такое, какое-то понимание, да. Проснулась эмпатия, потому что теперь есть общая тема какая-то. Ну... Я тоже была молодой мамой, да. Я не думаю, что это эмпатия, я думаю, что это что-то типа... Вина? На уровне... Да, это вина. Мне пришлось позвонить всем гостям и сказать, что гендерпатия отменяется. Это ужасно. А больше всего меня разряжает то, при каких обстоятельствах я узнала пол нашего ребенка. Теперь она его любить не будет. О боже, мои действия имеют последствия. Я лопнула шарик, потому что я не могу, значит, успокоить себя. Я... Это он все испортил. Все идет не по плану. Я хотела ребенка, но почему там девочка? Девочку никто не хочет, никто не любит девочку. Я вот не хочу, чтобы мой ребенок рос в бедности, но теперь он будет расти еще вне любви. Потому что я хотела мальчика. Девочка мне не нужна. Привет. Ты что плачешь? Ничего. У нас девочка? Да, можешь идти. Почему я должен уходить? Потому что ты хотел мальчика. Ну и что? Девочка, это тоже неплохо. Из чего ты вообще решила, что я тебя брошу? Потому что меня отец тоже бросил, он хотел мальчика. Ну я же не твой отец, чтобы тебя так делать. Ну вдруг ты такой же. Нет. Все мужики одинаковые. Вот эти вот паранойи, которые ты перевешиваешь на других людей, это очень опасная тема. Особенно ты когда начинаешь и себя убеждать в этом, и других, ты можешь невольно даже к этому как-то привести. Вот я не помню, мне как-то психолог объяснял, как это работает. Но вот эти паранойи, они только хуже, короче, делают. Так что все, не надо паранойить, все, это плохо. Я сначала расстроился, но потом подумал, что девочка так, девочка будет. Блин, ну а вроде бы и рад, что девочка. И извинился. Он так посмотрел на меня, что я на него зла не держу. Мы сообщили приемным родителям Володе, что будет девочка. А еще Володя предложил мне познакомиться с его воспитателем в детском доме. Он мне много рассказывал о Нине Вениаминовне, что для него она очень близкий человек, можно сказать, вторая мама. И сейчас Володе очень хочется рассказать воспитателю о том, что он скоро станет отцом. Сегодня так необычно, ты пришел не один. Да. Да? Это вот твоя девушка, да? Володя, как зовут ее? Олеся. Ой, золотце. Инмин, у меня для вас новости. Слушай, с такой тетей детский дом был вполне себе, думаю, теплым местом. Потому что она такая золотая. Смотри, как она общается сейчас. Ой, золотце. Инмин, у меня для вас новости. Какая, Володя? Какая, Володя? Так и хочется ее обнять, с такой хорошей. Да, слушай. Я узнаю не понаслышке о детдомах, которые детдомовски отзывались как о тюрьме какой-то. Типа реально прям у них иерархия какая-то тюремная среди детей, потому что не следят воспитателей. А тут все так вот. Да, ну какая, Сула. Вот будто любят свое дело. Молодец. Я скоро буду отцом. Ребята, как я за вас рада. Какие вы молодцы. Володя, ну это же очень ответственно. Да, я знаю. Вот сейчас у тебя появится настоящая семья, а ты ведь главный в семье. Ну, он у нас умница, он все сможет, он все вытянет. И ты увидишь, ты будешь самой счастливой девочкой в мире рядом с ним. Она прям, знаешь, как сказочница такая из мультиков. Такая, ой, ну ты моя умница, у вас все будет хорошо, вы мои молодцы. Понимаешь, когда вот такую поддержку получаешь, вот ты и в себя как-то верить начинаешь. Вот просто вот так вот по-доброму ко всем относиться, нужно гораздо больше сил, гораздо больше добра, гораздо больше позитива. Вообще сил просто в себе. Сил на самом деле. Потому что вот брать вот и токсичить, как мы, это мы все, мне кажется. Я вообще не токсичниками, да. Да, да ладно. Я рада за Володю и за его девушку. Володя повзрослел. Он работает. Мне кажется, он готов быть отцом. Большая половина моей беременности уже пройдена. Хоть живот уже большой, я все равно стараюсь за собой следить и быть хорошей хозяюшкой. Для меня это все, конечно, непривычно и сложно, но я стараюсь. Ведь мне так хочется нравиться своему парню. Вон я тебе как-то приготовила. Фу, солено. Ты пересолила? У меня болит спина, у меня болит все. Я возле плиты стояла, тебе готовила. Ну прости. А я поем хлопья. Окей, хлопья. Ну да, ну реально есть невозможно. Соленый. Не будешь ты есть хлопья? Жри, говно. У нее прям все токсично в том, как она относится к миру. Она сама вложила струк какой-то, да, и опять заложила какие-то ожидания, что вот он все сожрет и будет классно. А ему вдруг не понравилось то, что она пересолила. И типа вот надо провалиться всем вокруг нее, но делать как она нафиг хочет. Короче, это такая реакция агрессии, когда тебе кажется, что на тебя нападают. То есть мне кажется, что из-за того, что мама на нее постоянно кричала и постоянно типа нападала, она привыкла, что она так же ором отвечает. И поэтому, когда кто-то вот, ну тебе кажется, что он себя повел как-то не так, попытался тебя оскорбить, там, обидеть, еще что-то, она сразу переходит вот в эту агрессию, злость. Потому что ей кажется, что на нее нападают. Наоборот. У меня слишком встало. Нет. Хорошо ли то, что ты вот хочешь стать там домохозяйкой и мамой, при этом не имея никакого опыта в этом? То есть ты даже не знаешь, нравится тебе это или не нравится. Может, ты тоже себе нафантазировал что-то. Здесь, как обычно, неправы оба. Он мог отреагировать не так, фу, солена, дура, тупая. Он мог сказать, зайка, ты, к сожалению, пересолила, тяжело будет кушать, можно я хлопьев поем сейчас? А в следующий раз я обязательно все съем, что ты приготовишь, чтобы это вместе с тобой постоянно полепить. Он не мог даже подумать, что он это сказал с обидой. Ему могло показаться, что он это сказал обычным своим тоном. Ну да, ну получилось, да, конечно, не очень, да. Поэтому всем надо учиться разговаривать с другими людьми. А другим людям надо учиться всему остальному. Начинаются кризисы в отношениях, да. Ты будешь есть то, что я приготовила? Нет, соленое, я не хочу это есть. Да, мне плевать. Чего она так завелась, не пойму. Взяла бы и сама попробовала. Мне очень неприятно, но как так можно? Я стояла целый день у плиты беременная, готовила ему, хотела его удивить, а он так поступает со мной, как будто я ненужная. Там картошечку она сделала, пюрешечку, ты ее за 15 минут делаешь. Овощи там это порезала. Короче, она говорит, вот я ненужная. Вот это прям вот то, с чем психолог будет работать. Когда ты чувствовала себя ненужной? А почему? Ребята, сори, я просто не знаю. Реально, вот это шоу, оно бы не выходило, если бы вместо того, чтобы развивать этот сюжет, они бы такие, вот мы, значит, проведем сейчас сеанс с психологом и все. Они иногда проводят там такие ужасные психологи, они просто такую чушь там несут. Ну это потому, что все специально. Ну, наверное, да. Мы уже три дня с Володей почти не разговариваем. Он собирается зайти домой в обед, но его все нет и нет. Я не знаю, вот как можно не говорить три дня? Потому что у нас идеальные отношения, поэтому для тебя это дикость. Сейчас я расскажу, короче, у меня была первая любовь, это вот это в начальной школе. Короче, пацан. Давай шепотом рассказывай, чтобы... Короче, этот пацан, в общем, моя первая любовь в школе. И, в общем, он на меня обижался, когда, я не знаю, за чего, какая-то дикия была. Он начинал меня игнорировать и специально меня, типа, не замечал, не общался, хотя мы с ним за мной партой сидели. И мне приходилось перед ним извиняться тем, что я ему дарила подарки. Я, короче, один раз поехала в Египет и купила там два папируса. Вот, прикинь. И, короче, я ему этот один раз папирус подарила, потому что он со мной неделю, блин, не общался. Я когда ему подарила, он сразу такой, ой, спасибо, и начал со мной говорить, короче. И потом второй раз то же самое произошло через полгода. Он обиделся и, типа, не говорил три дня. Я ему еще один папирус подарила. И тогда сообщался. Ну, слышишь? У вас прям как в древнем Египте была тут экономика. Папирусом расплачивалась. Да, раз в куринции даже, да. Я переживаю. Может, пока я обижаюсь, он развлекается с другими? Я решила воспользоваться локатором. Я не знаю, что это за точка. Это явно не шиномонтаж. Это что такое? Почему ты не на работе? Так, мы на обеде. Я теперь поняла, какие ты обеды тут кушаешь. И на что ты деньги тратишь. Я смотрю, тут и Люба с вами. Леся, что ты начинаешь с нами? В смысле, что начинаю? Это разве обед, сырники вот эти вот? Это правильно, это не обед, это завтрак. Что вы завтрак на обед едите? Что ты вообще ешь, я не понимаю. На обед должно быть что-то типа, какая там, моя картошка с сосисками. Вот это обед. Да фигню какую-то заказываешь, надо было нормальную еду заказать, людям показать, что деньги у нас есть, да? Еще девочек, да, кормишь? Ну, угостил, что-то. Ну, пойдем, выйдем, поговорим. Пошли, поговорим. Короче, сейчас будет разрыв. Ну, что, она всегда такая? У нее гормоны шалят. Она беременна? Да. Понятно. К холоденому сожалению. Ну, что-то они странные тоже, типа, она беременна, ха-ха. Дура, тупая. Дура. Правда не мимая. Родит ребенка, вот у нее будет жизнь новая. Да, что-то никакой женской солидарности. Почему она здесь сидит? Да, встретили мы ее, я вообще не хотел с ними идти. Я за тобой слежу. А что ты за мной следишь? У меня к тебе доверия нет, поэтому я слежу. Я надеялась, что ты исправишься, а сейчас вижу, что ты с бывшей сидишь. Я не работаю над тем, что я тебе не доверяю, я только больше тебе продолжаю не доверять. Все, со своей Любой оставайся. Да что Олеся накручивает себя? Люблю я ее, люблю. Что он мне заливает? Какой обед? Теперь понятно, куда он деньги тратит и на кого он тратит эти деньги. Еще этот друг, по-любому он его таскает по всяким этим кафешкам. Все бывший сидит. А может он и на гендер-пати не пришел из-за Любы, а не из-за работы. Как я после этого могу ему верить? Не знаю, извините она меня или нет, я даже не знаю, что делать. Просто что это была за ситуация, я не поняла. То есть, они типа реально случайно их встретили. Хотя он пришел такой наряженный, весь чистенький такой. Но явно же не просто так. Ну, странно. Ну что, он должен был грязнить, какие-то совершенно монтажки. Нет, просто имеется в виду, что он подготовился. Он должен быть весь в мазуте, в мазуте. Нет, просто он, если ты смотрел, он по-другому сюда дивался. Я не смотрел, сори. Я все шоу, я что-то комментирую, что первое в голову придет. Надеюсь, что просто попадет по смыслу и все. Мы затоши тебя. Олеся, Зай. Прости меня за сегодняшний день. Что это? Почему ты Любе своей это не подарил? Зай, пожалуйста, прости. Ну, реально, так не делается. Ну, я так больше не буду делать. Я не думаю, что Володя действительно готов мне изменить, потому что он все-таки любит меня и нашего будущего ребенка. И она это поняла, когда он ей цветы подарил. Ну, у нее все странно, понимаешь? Она думает, что, чтобы исправить отношения, надо лучше краситься. Вот как бы ты еще удивляешься, что тут такие выводы. Просто вся история такая странная вообще. И, ну, Володя тоже как-то вообще соскользнула с темой, что это за девушка, почему он с ней встречается с этой губой. Она причем у него в блоке. Ну, как бы. Разблокировал. Блок навсегда, можно его снимать. Ну, да. Ну, короче, скетчи. У меня уже шестой месяц беременности. Животик растет. Быть очень активной уже удается тяжелее. Кроме того, что растет живот, очень видны стали растяжки. Я из-за этого комплексую. Переживаю, что Володя меня из-за этого разлюбит. И снова будет зависать с какими-то бабами. У него на каждом этапе Володя меня из-за этого разлюбит. Володя меня из-за этого разлюбит. Он меня из-за этого разлюбит. Ну, вот это паранойя. Вот эту паранойю надо вот ее прорабатывать. Ее надо в дуку сдать. Всем им надо на шахту копать уголь. Вот когда ты копаешь уголь на шахте, ты об этой такой фигне не думаешь. Сейчас ты у меня пойдешь туда. Вот эти, ами... Отличная музыка. Дышишь? Дарина родила, прикинь? Убери пока. И фоточку, смотри, какая маленькая. Ну тебе неинтересно, что ли? У нас скоро такая же малюсенькая. Смотри, прям ножички маленькие. Мне интересно просто. Устал я. Я вообще жду, не дождусь, пока у нас родится наша маленькая девочка. Знаешь, мне кажется, я бы по любому поводу расстроилась, если бы я там тебе показывала то, что мне интересно. И так, нет, неинтересно. Если хотите хороших отношений, притворяйтесь иногда, что вам интересно. И прям так, да, интересно, просто не получится. Вот Аля приходит с ногтями, вы думаете, мне оно надо? Да я даже тебе особо не показываю. Типа такая, ой, смотри, сделала сегодня. А я в свою очередь говорю, ммм, ничего себе, какой сегодня интересный цвет и узор. Вот так надо, понимаете, дурачье. Это секрет здоровых отношений. Да. У меня скоро третий триместр беременности. А Володя так и не сделал мне предложение. Она даже об этом, у меня это вымораживается. Она даже об этом не говорила, что она этого хочет, понимаешь? Типа мы даже этого не знали, что она хочет, чтобы ей предложение сделали. Потому что ты приучилась, что мужики простые создания, им надо говорить прямо. А так обычно все думают, ну надо, он должен сам понять. Ну и все, так ваши отношения и портятся. Аля научилась, если что-то ей надо, она говорит прямо, она говорит, я хочу шаурму. Я такой, не могу сделать шуруму, сори. Я сегодня хочу суши, а Кирилл суши не ест, ему приходится ей суши. Я не хочу, чтобы мой ребенок родился вне брака. Меня это реально начинает парить. Думаю, надо брать все в свои руки. Сколько можно ждать? Ну так прям распоряжаются всеми этими деньгами их. То есть они даже коляску не купили, кроватку не купили, ничего не купили. Но она пошла выбирать кольцо, чтобы вот ребенок родился в браке. А это сразу продавщица выбежала, думает, вы покупать или воровать сегодня? Что-то присматриваете себе? Да, кольцо. Желательно серебряное и что-нибудь подешевле. А на какое событие? Парню, так сказать, намекнуть, чтобы предложение сделал так тонко. У нас как раз есть варианты. Можете примерить сразу же, посмотреть, как она смотрится. Ну что, как вам? Очень хорошо, я возьму. Странный у них ценник, буквами написано. Привет, я твой символ, счастливый всем. Да, странно. Надеюсь, что кольцо реально сработает и Володя поймет мой намек. Единственное, что поймет, это, о, кольцо себе купила новое. Ну ладно, ничего страшного, молодец. Да, я не знаю, я в шоке, как она все подстраивает. Ну да, она паучиха до сих пор паучиха. Че делаешь? Да, играю. А че это так рано? Да ну все с пацанами быстро сделали. Значит, уже надо вторую работу искать. Зачем? Ну потому что ты рано возвращаешься, что ты дома делаешь, ничего. многим от у тебя не узнаю что я долго на работе то не устраиваю что я быстро ну да копилку то надо пополнять нужно со временем пополниться ладно короче в общем смотри крутого колечко еще а что еще ты хочешь слушать я бы хотел что-то другое колечко было когда я посчитаю это нужно тогда сделаю олеся такими поступками он унижает мне достоинство она больше села на колено и сделала бы мне предложение ты должен зарабатывать должен копилку пополнять все делать а еще вот ты не понял на что намек и сидит обижается потом ну как так можно это называется что это называется инфантилизм она просто не взрослый человек незрелый это все она сама не готова вот с этим пузом сидеть ас думать что готова работать я еще долго не буду родители тоже не смогут нам все оплачивать а володя особо не шевелится его все устраивает он не ищет дополнительных подработок как прожить на такой бюджет с ребенком я не понимаю что-то ты слишком много отдыхаешь как мы проживем уже давайте уработаем в группу сразу олесь у меня к тебе разговор есть какой у димы проблемы давай он перекантуется нас несколько дней ну только если несколько дней хорошо где он спать будет на полу постели хорошо видимо дима прогулял все деньги на девчонок что теперь ему нечем оплачивать квартиру хоть он не не нравится но помочь человеку надо единственное за что я парюсь так это за то чтобы дима со мной грубо не общался как он это любит надеюсь володе хватит ума с ним поговорить до этого может и уберешь мы тут успеем как бы хапально и типа хабальство у всех вот у пацана этого димы тоже было хабальство когда она к нему зашли к ним зашла сейчас они все такие хабалки еще на сколько ты к нам на пару дней кассе не устаканится чё у вас поесть что интерес нет сходим магазин купить продуктов приготовь себе чего-нибудь ты сам видишь мы тебе он по квартире получается выделили для того чтобы ты спал я от олеся ожидал какого-то гостеприимства когда пришел но олеся очень красиво поступает я кажется начинаю жалеть что разрешила диме у нас остаться как-то мне некомфортно хоть бы он поскорее уже нашел себе квартиру чё смотришь чё нельзя что нет нельзя не лезь не свое дело вуза знает что у нее телефон берешь знает она не постеснялась при друге взять хозяйка да и денег хозяйка телефона чужого хозяйка его девушка твоя девушка у тебя в статике шарится опять началось это чё я обидничаешь я просто посмотрела а ты чё я обидничаешь тебя же нечего скрывать как ты говоришь мне кажется мама была права что мужчины думаю только одним местом и ужас откуда такой вот я посмотрела в его телефон его друг меня спалил тот сказал что ты смотришь мой телефон это потому что он думает пиписька и бывали парочки такие которые одну страницу вконтакте на двоих заводят это как знаешь какая-то корпоративная почта типа ну отправляйте все заявочки на нашу почту просто то есть люди будто не учатся что даже детям нужно свое личное пространство типа вот у них так вышло они в однушке живут в идеале конечно свою комнату в которую при этом ты не имеешь права врываться тоже спрашивать а тут еще и одну страницу вконтакте заводят это как вообще нет личного пространства типа с кем-то поговорить все читается ну вот такое слияние у них понимаешь все она его поглотила сожрала сейчас она его перемалываю чем а так исключаются какие-то возможности что-то пережить и проработать лично через там самому то есть там хочешь другу и злиться да в чем-то что у тебя происходит ты будешь думать что блин я не могу так сделать потому что вы что вот его девушка человека и телефон читает за прочитать увидит а чё это те не нравится что то то есть ему может быть и не нравится в этот момент но он бы это как-то через себя прожил типа и перестал бы эту проблему бы исчезла так разгонять все нравится ссориться при люди нет но ты мне обещала что не будешь погадать мой телефон есть тебе недоверие еще смотри я располнила я набрала вес она сразу так внимание переключает на эту жалость типа ой я попалась но я беременна и ты меня не будешь любить больше это он такой сразу типа вы подрубается да не не ладно ссоре это я виноват прости все про проблема в том что она пользуется то есть она вроде бы понимает что у нее есть вот эта проблема что у нее есть неуверенность в себе но над этим можно было бы работать но она это использует как оправдание оружие да как оружие как оправдание тому что ей можно его личное пространство нарушать не растяжки у меня большой живот у меня большие ляжки ты заглядываешься по любому на других нет а почему ты мне предложение делаешь а почему ты мне луну не достал небо да и не дави на меня так не делается но как делается володь сначала доверие а потом все сыну олеся слишком на меня давит и меня это напрягает чем больше она истерит тем не больше не охота делать и предложение ну так и есть так и работает это до прошло еще две недели а дима все еще живет у нас мы постоянно скандалим че вообще происходит и не поняла с работы пораньше отпустили я что ли а кто мои роллы разрешил есть молодец что это такое я не понимаю она жадная еще противная крысиная жадная нет слушай ну когда вот твои роллы из холодильника берут без разрешения ну тут как было обидно обидно бывает с другой стороны что-то заеду удавливать будешь в наш век или вроде хватает в основном так просто на самом деле я не понимаю вроде бы она домохозяйка но она как тут не показывает что она готовит вроде бы они там только заказывают ну это она как говорится на словах лев толстой а на деле толстый лев а может быть если она действительно там что-то готовит но это были вот ее роллы вот она купила себе чтобы себя порадовать а кто-то взялся съел это какое-то отношение к жизни слишком трагичное драматичное бардак это я должна убирать а ты что смотришь дима когда с квартиры вообще проблема решится у тебя никогда походу не решится это уже какой-то он не скидывает нам денег за оплату квартиры за оплату коммунальных услуг на еду допустим не помогает по дому только срач разводит мое терпение лопнуло уже две недели здесь володя опросился на несколько дней это нормально тоже ну просился на 16 дней то есть три дня триста три дня несколько дней это ненормально но сейчас куда его дену у него нет ни денег ничего нету либо я сейчас остаюсь здесь а дима уезжает либо я еду к маме а дима пусть остается здесь строй с ними семью хорошо я сейчас прям возьму его и поговорим я конечно понимаю что я выношу мозги и агрессирую но как по-другому то я не могу а ты пробовал блин хорошо молодец я очень надеюсь что володе хватит смелости выставить диму из нашей квартиры лучи здесь злая сказала мне что если я тебя не выгоню то она уедет матери у меня то сейчас некуда податься сам понимаешь давай за до завтра останусь завтра уже решим что там куда там пойдем я действительно косячу но что делать я такой человек мне тяжело выражать свои эмоции мне проще промолчать чем что-то сказать о чем поговорили он до завтра остается какой володя завтра не это уже я уезжаю к маме я не собираюсь это все терпеть вот что это происходит такого же не было в начале отношений то есть она тоже не может понять что челу некуда ехать у тебя не хватило смелости выставить его на улицу я в то же время не верю что у него нет других друзей то есть задерживаться так это тревожить своих друзей мне бы даже было бы неприятно да да самому так делать я бы тревожил других друзей можно было бы там пожить где-то там снять дешевейший хостел да крова койко место а 800 рублей может стоить там за ночь 300 200 рублей а кстати не знаю какие там сейчас цены в екатербурге может быть да да есть прям совсем куда разнорабочие приезжают там какие-нибудь какие-нибудь клопы у всех будет жизни не очень приятные моменты потом ты их выводить будешь полгода я поживу у мамы пусть пока подумает что он реально может меня потерять володя сказал что дима останется до следующего дня я сказала я больше это терпеть не буду и уехала от них только зам сама виновата зачем ты его вообще пустила я думала на несколько дней как он и говорил пускай выбирает или же друг тоже сама виновата типа и мама также общается нельзя там доверять людям вообще даже вот попытаться им помочь как-то это потом тебе жалкнется а теперь давай вот одичавшие они все какие-то люди дикие понимаете друг другу по дикому относятся а теперь давай пусть выбирает или он семью вообще как бы по ходу не хочет ладно давай не расстраивайся семью походу не хочет я с каждой фразы сейчас умираю он семью не хочет ты понимаешь абсурдности ты фразы типа она даже особо семьи не хотела она хотела его привязать и она заставила его захотеть изначально у него была цель ну чтобы мы жили на отдельной вместе квартире я забеременею да точно снимет а он оказывается не хочет семью полезено отношение ко мне начало меняться лучшую сторону потому что она начала видеть истинное лицо володи я буду максимально стараться чтобы олеся мне начала доверять я буду помогать по возможности и надеюсь что будет все хорошо слушай мама точно такая же потому что помнишь когда володю на первый раз увидела она говорил ой он мне так нравится такой хороший парень а теперь он оказывается плохой теперь у него там оказывается лицо какое-то было и кривое не такое удивительные люди просто и не знаю и теперь она пытается это провернуть так чтобы ее дочка ее полюбила и начала и доверять ну короче не за ужас алло володя привет завтрак 10 утра что был у моего подъезда есть разговор ты уже наверно в курсе что случилось срочный разговор с тобой будет зачем вот этот уже драматизм телефону можно все это было тоже обсудить не завтра 10 если я бы так и послал горячо и крепко тебе олеся или друг важнее олеся и чё когда регистрироваться собираетесь я вот думаю над этим но не знаю когда надо это все быстрее делать пока ребенок не родился ребенок должен родиться полноценной семье теперь маму его обрабатывает они абсолютно две одинаковые реально да что вот и говорила то что бабушка плохая потому что сказала да вы вот две одинаковые это все правда просто показалось да чё кредит когда будем брать давайте мы уже взрослые микрозаймы если володя ребенок не родился ребенок должен родиться в полноценной семье надеюсь володя меня услышал мои просьбу надеюсь что справится я хотел легкости в отношениях но все от меня что-то требуют блин ну ты понимаешь он просто решил на себя взять вот эту ответственность родить вот этого ребенка как-то ему помочь воспитать сейчас действительно просто вляпался и в этом он еще и виноватым оказывается ну просто обидно за него как-то сегодня у меня третий скрининг иду на него с мамой не в очень хорошем настроении с Володей мы так и не помирились он даже не звонил мне головкой вниз сейчас лежит ребенок сердечко бьется вот здесь вот ножки видишь носик мой губки вся мама почему они улыбаются грустно ну расскажи анекдот может улыбается съешь что-нибудь смешное не в этом смысле мармеладки я имею ввиду все у нее там хорошо нормально они большую часть времени спят а ну веселись на следующее утро я проснулась от того что у меня дико болит поясница и низ живота мама срочно вызвала мне скорую она что-то утром проснулась более какие-то животе надо дообследоваться рекомендую сейчас в стационар ехать меня отвезли в больницу там не сделали ктг взяли кровь и мочу но никто таки не сказал что со мной с ребенком алло володя привет тут такое дело олеся в больницу забрали что случилось или чего утром у нее живот заболел довел ты мою дочь нет не надо приезжать сейчас врач выйдет все скажет что почем они продолжают на него вешать вину они продолжают ну понятное дело что да виноват в том что решил взять ответственности позаботиться о дочке моей обидно как-то того что будто бы реально решил взять эту ответственность он реально решил как-то помочь что-то сделать там работу нашел квартиру нашел и начал ей помогать оплачивал все ее хотелки а по итогу ему это реально как-то аукнулась инициатива наказуема расскажите пожалуйста что вас беспокоит тянущиеся боли внизу живота для того чтобы нам исключить преждевременные роды я сейчас сниму ктг только этого мне не хватало если олеся будет продолжать переживать нервничать то роды могут начаться заблаговременно и такие детки рождаются маловесными иногда с каким-то болезнями лова володя врач говорит из-за нервов ты давай завтра утром руки в ноги и в больницу мириться к ней она в ночь останется в больнице я постараюсь больше олеся не доводить так как я понимаю что она носит нашего ребенка и кстати недавно смотрела целое исследование что непонятно по каким причинам вообще но бывают там такие преждевременные роды из-за чего там выхитыши случаются то есть очень часто винят женщину в этом потому что она там не следила за своим состоянием она не следила за своим настроением и так далее из-за этого там происходят какие-то такие казусы во время беременности оказывается что эту область она какая-то супер неизученная и там вообще любые факторы могут на это повлиять даже не настроение типа настроение но даже особо не влияет на это а вот что угодно непонятно непонятно конкретно из-за чего такие вещи происходят поэтому говорит тоже что это все из-за нервов на самом деле это не совсем так слушай димас я хочу тебя попросить съехать то олеся не вернется ко мне я бы хотел с ней помириться ну окей без проблем у меня есть пару вариантов могу съехать тебе надо помочь спасибо сам справлять а теперь у него есть пару вариантов ну когда прижмет найдется всегда порой довели до до самого последнего я считаю что володя уже прогнулся под эту систему и под олесью как бы она захватывает личное пространство не дает ему ни выбора ничего и я до конфликта не хочу доводить эту семью и к тому же разрушать ее как-то из-за себя мне поставили укол чтобы нормализовать мое состояние и мое самочувствие улучшилось на утро ко мне пришел врач и сказал что все хорошо что меня смогут отпустить привет что делаешь здесь мама сказал что выписываешься из блинец вот решил сеть дима больше не будет мы диму закопали дима больше не будет он на заднем дворе как это не будет еще недельку будет пока мы его будем доедать а там закончится конечно съехал потом я сейчас приеду мы с тобой помиримся ты мне дашь обещание и также дима приедет большего не будет не знаю как малышка что врачи говорят все хорошо ну пойдем домой я не знаю что будет дальше но я простила его потому что у нас все-таки семья ребенок будет то есть все доводы у них какие-то кривые все мимо типа не разобраться в ситуации а просто ну мы же семья ребенок будет такой поверхностное решение проблем ну да то есть здесь как-то сводится к тому что но также надо также просто надо мы обсудили так надо согласно да я чувствую себя хорошо от нас действительно съехал дима и сегодня у володи выходной надеюсь что мы проведем его вдвоем за я слишком много косячу и хотел бы перед тобой извиниться позвать тебя на свидание куда ресторан ну я согласна конечно это очень не похоже на володя неужели он все осознал у тебя столько денег неважно кушать ты умеешь заглаживать вину материалистическими ценностями ты слушай но у кого-то бывает дать вот подарки язык любви понимаешь вот у кого-то такая забота у него суши роллы ты богат кстати вот у нее за часто прослеживается вот это мы богатые богатые родители у него мы богатые у него такая вот нужно не знать про бедность не испытывать больше бедность ммм как я люблю роллы на конечном месте для вас выносить? да можете выносить да ты еще десерт заказал? да твой любимый как он втайне от нее заказал они друг наоборот в друга сидят заказывают он такой это знаешь просто представь ты такой официант так все роллы будем да роллы хорошо а что это было не ничего просто я поплевал в ухо это как вместо чайвы закрой глаза волоня мне не нравятся такие закрой глаза открывай глаза ты выезжаешь за меня да ну то есть они загнали его чувством вины да ах как хороша его жизнь будет ужас как он будет счастлив и доволен тем что он ужас зато в чизкейке стоит у нее труба да не могу за них порадоваться что то вообще мне тоже честно а я на самом деле не ожидала что как бы он сделает предложение еще так красиво я очень рада что я этого добилась я этого добилась ну она хасл ты знаешь хасл культура такая я добилась сама всего в жизни добилась сама я добила чела своего чтобы он меня сам взял я его добила я долго к этому готовился переживал я очень рад что Олеся сказала да да свадьба уже через месяц я стану мамой пока не могу в это поверить а сегодня я наконец-то стану женой у нас с Володей радостное событие я заметила то что во всех выпусках они все расписываются везде везде дети рождаются в браке является ли ваше решение стать мужем и женой свободным и искренним прошу ответить женихам прошу ответить невестам да да Володя мой муж теперь у нас мне кажется все будет хорошо теперь то он точно у меня вот здесь все на меня вот тут вот на меня у нас всегда все было плохо но теперь то все будет шикарно я очень рад что мой муж и жена и Олеся будет мне теперь доверять а мы с новостями так сказать расписались вот мы поздравляем вас с первым совместным документом спасибо спасибо следующая ипотека должна быть совместный документ да да не крызаем потом кредит а потом что там следующая по ступеньке гроб руслану посоветовались и решили что на свадьбу вам подарим подарок еще роллов подарят у нас в России там в банке золото лежит возьмите и можете обменять себе на кольца или к ювелиру сходить и заказать золото можете переплавить его на себе на кольца у нас лежит золото я никогда такого не слышала да такое слышали у нас там в банке золото лежит у нас там золото заварялось что-нибудь возьмите на самом деле если ты не умеешь не знаешь про инвестиции ничего нет надо инвестировать вкладывайся в золото оно всегда будет да в металло реально слушай а может пойдем купим золото Володя а ты что такой грустный не рад что нет я рад просто неудобно от такого подарка вы же наши дети нам Ольга подарила золото это как какое-то знаешь что-то средневековое типа ох преданное золото мешок да золото в твой вес подарим тебе блин а я б хотел круто вот подписчики подарите нам золото когда у нас будет свадьба золотые слова можно да можно золотые слова золотые слова можно тоже подарить господи я даже поверить не могу я даже не ожидала такого на самом деле мы богатые ну в ее голове это так мы богатые там будет ну на колечке наверное на удивление последние две недели у нас царит идиллия в отношениях с Володей потому что пересаливать перестала наверное в этом вся была разница оно не в макияже лучше не досол чем пересол ой неправда я когда не досаливаю ты меня так ругаешь ну потому что я могу досолить хотя бы а если ты пересолишь я бы тогда просто умер с голоду а сегодняшнее утро началось неожиданно со звонка в дверь кто это с Володей была идиллия потому что его не было две недели еще звонок в дверь это типа из полицейского участка бля они просто сидели дома забились в угол он у нас 15 суток сидел поэтому у нас была идиллия так ну чё ребята чё когда платить будем мы уже на месяц почти задержали никто не звонит прячься от меня что ли чё за дела-то опа здравствуйте где ваше золото просто в этом штука Володя не рассказывал ей что он не платил и поэтому она спрашивала всё она же спрашивала откуда у тебя столько денег оооо реальна из квартирных денег забрал может георг вы все таки подождете еще пожалуйста почему я должен ждать две недели почему давай тогда через три дня Через три дня все будет. Хорошо. Ровно через три дня приезжаю, чтобы деньги были у меня. Я не понимаю, куда он тратит деньги. Мы даже не купили коляску, а деньги куда-то исчезают. Что будем делать? Это я тебя хотела спросить, что будем делать. Просто я свои деньги потратил на кроватку и на предложение. Где мы через три дня найдем деньги? У тебя же детский. Если я все детские отдам, как я рожать поеду? Слушай, давай золото сдадим. Которого Ольга подарила? Ну да. Ну это конечно пи***. Если Ольга узнает, куда мы дели золото, это будет очень стыдно. Да почему? Просто в этом-то и прикол. Она им дала как подарок. Она просто здоровый человек. У нее с психикой все в порядке и так далее. Если она узнает, что вы сдали его на квартиру, она просто скажет, ну это же ваш подарок. Делайте с ним что-то. Это здоровые отношения. Понимаете, вы не владеете подарком чужого человека, которого подарили подарок. Она просто по себе судит, честно говоря. Жаль, конечно, так поступать, но выбора не остается. Малыш появится со дня на день. Не на улице же нам оказываться с ребенком. Думаю, родители нас поймут. До родов еще полмесяца. Но врачам не понравились мои последние анализы. И они предложили заранее лечь в больницу. По их словам, роды обещают быть сложными. Мама так испугалась и настояла на том, чтобы мы поехали рожать в Санкт-Петербург. У нас там живут родственники, да и врачи там лучше. Я очень переживаю за Олесю. То, что она такая маленькая, хрупенькая. А роды это очень серьезно. И я хочу быть с ней рядом. Так как Володя, он не тот человек, который поедет в роддом и ее поддержит. Ой, вот как она начинает так настраивать против друг друга. Вот и Володя не тот человек. Как она это поняла? Что? Я не знаю, просто реально так за него обидно. Он реально старается, что-то делает. Но от Володи не тот человек. Ну вот если ты будешь к нему так относиться, он и будет потом специально, вот как-то вот, знаешь. Вот, исполнил проект, она опасна тем, чтобы человек потом просто повторяет поведение, которое ты ему навязываешь. Там есть какое-то явление, типа, описанное. Не помню, как это называется. Ты мне так навязала поведение, описывался в кровать. Да. Я совсем не заметила, как пролетели эти 9 месяцев. За всеми нашими ссорами и вечной нехваткой денег мы с Володей толком не подготовились к появлению малыша. Пока я в роддоме буду, Володя, тебе нужно коляску купить, стиральную машину купить. Ну, кушать себе готовь. Эконом деньги. Они ничего даже не купили, даже коляску не купили, стиралку не купили. Что они там? Попробую поели вкусно. Честно, мне кажется... Вот я сейчас уеду, ты тут разберись сам, короче. Мне кажется, гораздо важнее... Куда ты пошла? Ну, я хотела, чтобы ты разобрался, там, где все это сделала. Мне кажется, гораздо важнее в таком случае подарить, не знаю, конфетку в виде колечка, но при этом купить, типа, знаешь, ну, у нас все не так хорошо в жизни, вот тебе колечко-конфетка, выходи за меня. И вот это будет символическим моментом, но зато у вас, бляха-муха, будет стиралка, коляска, и то, что вы готовы будете к ребенку. Типа у них, ну, такой вот, нет-нет, ну, это кольцо, как бы я хочу кольцо, я вот кольцо хочу, нормальное кольцо. Просто вот, знаешь, вот эти ее какие-то доводы, что я хочу, чтобы ребенок рос в достатке, я хочу, чтобы у ребенка все было, но при этом всем она совершенно о ребенке не думает. То есть она там покупает косметику, у меня должна быть красивая, чтобы муж радовался, типа. Вот тогда у нас будет счастливая семья. И тоже это как-то все вот так подается, типа, подвуалью того, что это делается для семьи. Типа вот, ребенок тогда вырастет счастливый, вот мама будет краситься. Ну, это просто пример такой. Ты сегодня кушал? Нет, не кушал. Мама такая красивая сегодня. С новым смолким макияжем. Вот реально, правда. То есть не хочется, конечно, такие гадости говорить, но то есть она просто о ребенке, ну, я сказала, на общем. Все, cancel. Cancel. Просто она совершенно о ребенке не думает, хотя она вот постоянно об этом говорит, типа, хочу, чтобы ребенок рос в достатке. Хотят, ну, она про себя это говорит. Она хочет расти в достатке. Ей это важно. Слой. Слой. В Санкт-Петербурге меня приняли по полису ОМС и сказали, что будет операция. Сама я родить не смогу. У Олеси узкий таз, причем выраженная степень сужения, второй, с которой нельзя запускать роды. Ребенок достаточно крупный, поэтому было принято решение о уклановом кислом сечении. Меня доставили в операционную. Больше всего я боюсь уколов и эпидуральной анестезии. Я все чувствую. Я сейчас могу, активная чувствительность сохраняется. То есть то, что тебя трогают, да? Угу. Ты это ощущаешь? А боль? Боль уже отмечена. Сделай глубокий вдох. Я дышу, я не могу. Ладно. Я сейчас все плачу. Ты отучаешь тебя попозже? Подожди 3 минутки. 3 минуты, я что да? Все. Это как-то девочка не горила. Это муратило. Послушай, 3,460, 51 сантиметр. С малышом все хорошо. Он будет находиться у нас на отделении, как вас в палату переведут, мы малыша отдадим. Вот что, знаешь, у меня какая-то параноидальная, какая-то страх параноидальный, что... И причем был такой кейс, то, что по приколу кому-то в голову кушерок взбредает, они там детей просто путают местами, ведь никто не заметит, никто не узнает. Ну, им, детям дают браслеты обычно сразу. Ты никак не перепутаешь. Либо там их кладут в поименные вот эти... Ну, это я понимаю, но просто взял, просто махнул местами, и вот такой страх, то, что типа... Честно, мне так все равно. Мне будто, знаешь, мне будто сразу хочется после того, как выписываешься с ребенком, делать ДНК-тест, чтобы, типа, ну, поскорее, чтобы отследить то или не то. Просто, чтобы... Если, короче, я хочу ДНК-тест сразу после родов. Я хочу ДНК. Серьезно. Чтобы просто исключить момент, что подменили его. У тебя тоже паранойя, ты понимаешь? Конечно. Ты тоже как бы нездоровая. В этом случае... Просто, смотри, от чего паранойя. От того, что... Это то, что ты не контролируешь. То, что вне зоны твоего контроля. Единственное, что в зоне твоего контроля, это сделать потом проверку этого ДНК, что его не подменили. Ну, хочешь, сделай. Ну, без проблем. Пожалуйста. Мне кажется, просто мы сразу поймем. Типа, ну, ребенок там либо похож будет. Это чушь какая-то полная. Тоже что-то магическое. Похож или не похож? Да есть тут что-то такое. Меня выписали на пятые сутки, так как мы с моей дочкой чувствуем себя отлично. Мама все это время была рядом. Сейчас я понимаю, что она для меня самый близкий человек. А зачем она во рту подержала? Я не поняла, а так надо делать? Типа, классно. У тебя ребенок маленький-маленький, иммунитета нету. Давай, давай свои ротовые какашки, все, вот это вот бактерии. Я не знаю, может быть так и надо делать. Дерпи сразу давай. Потому что, вообще, типа, говорят, что да, нужно детей, типа, к бактериям и так далее. Ну, типа, знаешь, бактерии круто. Пусть ест землю, когда сам ходить начнет, но целоваться, ротовые вот эти штуки, по-моему. Да, да, да. Вот это да. Да, мы вот это обсуждали, что целоваться не надо. Мама, наверное, может. Ну, может, но у мамы тоже может быть герпес, который ребенок потом скажет, ой, спасибо, мама. О, герпес, кстати, да, герпес, да. Ой, спасибо, что меня соски облизывало. Класс. Мне кажется, герпес, он сразу передается через плод, то есть, во время беременности. Ну, тоже, короче, ладно, кто его знает. Я против него покрасивее. Может, и правда. Ты видел, что она сказала? Я против него покрасивее. Она только увидела дочь, и она ей говорит, я представляла ее покрасивее. Я думала, ее сразу отправлю на подиум. Я говорю, в Екатеринбурге просто со скалы сбрасывают, скажем так. Но в Питере так нельзя. Питер культурный город. Что-то она лысая родилась, какая-то маленькая, вообще худенькая, 3-4 стены. Вот видишь, это прям доказывает то, что она ничем в жизни недовольна. Она хотела на свою квартиру, квартира плохая. Она хотела, чтобы тот работал, начал работать, мало зарабатывает. Она родила ребенка, он недостаточно красивый. Это какая-то болезнь просто. Слушай, это, блин, да, это страшно. И в этом вот этому расти. Ну ты у меня родилась не очень красивая, но я стерпела. Вот вы понимаете, что она реально повторяет судьбу мамы, в том плане, что она была недовольна абсолютно всем, ей не нравилась ее жизнь. Но при этом она решила ее повторить и отыграться, видимо, на своем ребенке. Вот просто то же самое. Я не знаю, короче, не знаю, ужас. Мне очень помогла мама. Я на самом деле даже не думала, что она мне будет так сильно помогать. У меня даже к ней отношение стало совсем другое. И если бы не мама, мне кажется, мне бы было очень сложно. Володя нас на вокзале не встретил, его не отпустили с работы. Но это оказалось не самым страшным. Он совершенно ничего не купил для ребенка из того, что я просила. Зайка, это тебе. Ну, зато купил цветы и шарики, потому что он знал, что если он этого не сделает, если не потратит на это деньги, ему потом будет штык. Да, он научился горьким опытом, но при этом она сейчас все равно будет недовольна, потому что он все-таки не купил то, что она просила. А если бы он купил то, что она просила, вопрос первый был бы, а где цветы? Короче, да, молодец. Ой, какая девочка маленькая. Какой красавица. Мои уши. Как ты себя чувствуешь после кесарева? Плохо. Я так сильно за тебя переживал, боялся, что что-то случится. Ты зла на меня? Очень. Ну, прости, что тебя не ссоти потратил половину денег. Я уже привыкла к... Если бы не Маюша, тебе было бы... Ни коляску не купил, ни стиральную машину. На самом деле, я не хочу уже ссориться. После родов я стала вообще какая-то более спокойная, умиротворенная. Знаешь, у меня вот есть вот эта родственница. Когда ты с ней общаешься, спрашиваешь, как дела, она всегда говорит, плохо. И вот есть другая родственница, которую ты тоже знаешь. Вот ты не спрашиваешь, как дела, она всегда говорит, ой, прекрасно, что я супер, все хорошо. А потом оказывается, что она там... У нее операция была какая-то, которую она втихаря там сделала, пока мы все были не в городе. Еще что-то. Но при этом у нее все всегда хорошо. Но вот ты же не знаешь, то есть вот типа та, у которой все плохо, у него там все спокойно в жизни, типа, ну, ничего не происходит, ну, там есть какие-то свои проблемы мелкие, которые у всех есть, но вот это вот доводится постоянно до какой-то абсурдности, и вот это удивительное для меня, то, что вот, правда, есть какие-то разные люди, вот, разные подходы к жизни, и хоть я там и ругаю постоянно, типа, вот, все будет хорошо, типа, вот, когда так говорят, ну, чувствуется, когда у человека какой-то такой более жизнерадостный подход, что ли. Ну, просто не говорить все будет хорошо, а говорить все будет плохо или все будет не очень, ну, а зачем тогда жить с таким подходом? Да, кстати, да. Типа, пусть лучше надеяться на лучшее, да, с подготовкой к худшему. Ну, просто я тоже заметила, что Лесе всегда говорит, типа, все плохо. Как ты чувствуешь себя? Плохо. Такое, типа, прям хроническое недовольство. Я на самом деле прекрасно понимаю, что она себя там может плохо чувствовать, и ей может быть не очень хорошо, она там может быть обижена. Просто вот эта тенденция какая-то постоянная. У меня просто тоже ощущение, что она этим очень так манипулирует постоянно. Мне сложно справляться с ребенком. Коляски таки нет. Приходится таскать Маю на руках. Я очень хочу спать. Хотели вдвоем ребенка, а я одна сижу с ней ночами. Хотели ребенка. Что это за длюлю? Создала себе вот такую вот сама картинку. Мне кто-то сказал, что у нее сейчас в Инстаграме написано, что она вышла из токсичных отношений. Человек не учится вообще никогда ничему, да? Ну, а что я ей дам? Сиську ей дам. Помогать мне элементарно. У тебя такие же полные обязанности на ребенка, как и у меня. Только ты должен работать, а я не должна. Просто видно, какой он замученный. То есть он прям и работает дофига. Потом его обозвали токсичным в Инстаграме. Не знаешь, что самое смешное? То есть он когда отдыхал, она ему говорила, иди еще работай, иди ищи подработку. И теперь ее идеальная картина мира. Он встает там в 8 утра, идет на работу. В 5. В 5 утра. Встает в 5 утра. Не, он не ложится. Он не... А, ну, не, подожди. В 5 утра он встает, идет на работу. За это время он как бы, ну, окей, ладно, утром не надо. Ему с ребенком она там успеет с ним посидеть. Он идет на работу. Потом возвращается домой в 5 часов. Посидит с ребенком в 5 часов чуть-чуть. Там поменяет ему подгузник, поможет ей. Потом идет на подработку. 3 часа там. Потом в 8 вечера приходит домой. И потом он не отдыхает, а сидит с ребенком. И, типа, его нянчит. Это ее идеальный день, что ли, получается? Идеальный день. Любого уважающего себя мужчины. Работать в гроб и сидеть с ребенком. Но почему-то сижу я с ней больше. Ну, понятное дело, что она сидит больше с ней. Я вообще не понимаю. Вот это вот верх инфантильности. Типа, когда ты думаешь, что все за тебя все должны делать. Тут не речь о социальных нормах. Типа, она должна... Она сама говорила. Я буду домохозяйкой, я буду сидеть с ребенком. Но, знаешь, вот тогда я и не мог предъявить ни за что. Потому что, ну, это же не записывается нигде. Это, ну, они забывали все эти слова. Он такой, ну, да, я виноват. А тут полтора часа доказательств того, как она непоследовательна вообще по жизни. И, типа, вот это можно предъявить и сказать. На, смотри. Это просто постоянно газлайтинг. Постоянно. Базлайтинг. Базлайтинг, да. Я понимаю, что ты работаешь. Она понимает, что она... Нифига. Это прогресс. Это прогресс. Вот это... Вот это... Спасибо. Вот это, ну, с барского плеча. Ну, ты должна больше сидеть, чем я. С появлением ребенка ты какая-то стала психованная на меня. Мои все позитивные эмоции я выдаю только ребенку. Ну, тебя сученыш. Иди работай, короче. Будешь больше работать, будешь меньше испытывать в моей злости. Причем, в каждой фразе хочется докопаться, ужас. И на тебя у меня эмоции только агрессивные. Она предлагает выход из этой ситуации. Она просто сконстатирует факт, что так мы и живем. Привыкай. Да. Когда мы ругаемся, я реально хочу собраться и уйти. Но я не надеюсь на него, что мы там будем до старости. Но я надеюсь, что все-таки мы справимся и будем воспитывать дочь вместе. Я не надеюсь, что мы с ним будем до старости. Ну да, уже такое. Она надеется, что он сдохнет гораздо раньше. Вот с такого ракурса я, конечно, не подумала. Мама мне очень помогала в первые дни. Учила меня обращаться с ребенком. Но часто она у нас быть не может, так как работает. Но если бы не ее поддержка, я не знаю, как бы я справилась. Это тупой мой муж, который тоже работает. Но вот его поддержка, она вплошь, хуже, чем мама, которая работает. У меня какое-то ощущение, что у нее есть этот страх, что она сама ничего не может. Вот ей что-то вздолбили тоже, что она одна не справится. И она теперь всю жизнь, поэтому не уверена в себе. То есть она постоянно вот... Я не смогу одна справиться, я не смогу одна, то-се. Ну, у меня что-то похожее было, но не до такой степени. Привет. Че, как дела у вас? Все, б***ь. У меня все плохо. Ну как даже будет хорошо? Че случилось? Да ничего, устала. Володя отмазывается на работе, потом еще не высыпаюсь. Эти отмазки, то, что он работает, как хочется ее взять. Понимаешь, отмазка... Ничего с неплохого не делать. Отмазка в том, что он не идет на подработку из-за этого. Вот эти его отмазки, что он работает. Вот он из-за них не устраивается на подработку. Не зарабатывает ничего. Ты бы зарабатывал больше, если бы ушел со своей дурацкой работы и нашел, наконец, подработку. Мой даритоксик. Ужас какие же мысли. Я говорила, что тяжело будет. Ну, блин, я же не знала, что прям настолько. Я не могу перестать докапываться к ее инфантилизму. Это реальный инфантилизм. Не, ну я не знала, что так сложно будет. Слушай, я могу рассказать, как у меня было... Я тебе, по-моему, рассказывала, как я первый раз пошла на такую полноценную работу. И я поняла, что я никогда не буду работать в офисе. Короче, на третьем курсе нас всех отправили на стажировки летом. И нам нужно было месяц пройти стажировку. Меня отправили в какое-то диджитал-маркетинговое агентство. Вот, в общем, там все дела. И мне нужно было, ну, типа целый месяц туда ездить в офис. Это хуже, чем работа на офисе. На Курский вокзал, я помню, там, на Курской, короче, у них офис был. И я туда постоянно, в общем, ездила каждый день. И я вот помню, вот, где-то пятый день, мне, в принципе, работа как бы нравилась. Меня единственное, что раздражало, что надо постоянно очень долго просто говорить, обсуждать. То есть, ну, не суть. Но где-то на пятый день у меня пришла такая мысль, типа, и так всю жизнь, и так нужно будет пять раз в неделю ездить и работать в офисе. Все, зрители Али, которые в офисе работают, словили депрессию, да? Вся работа заключается в том, что тебе 80% времени надо обсуждать. Вносить дурацкие правки. Я понял, тебе просто не очень нравилось работать с людьми. Тебе бы в таком случае очень бы понравилось работать на токарном станке. Там никто не подходит с правками, ты просто медитативно. И вот именно поэтому, люди, нам нужно больше людей, кто вот не в этих офисах обсуждает правки. Вот это все для дурачков. Представьте токарный станок. Вот я тоже в свое время там паял вот это вот все. Представьте, никто не подходит, с правками не жужжит. Ты просто медитативно дзен. Либо там паяешь Вдыхаешь олово Вот это олово вдыхаешь побольше Отключаешь вытяжку, чтобы просто весь аромат Как ароматерапия этим оловом От припоя у тебя просто пробивает Легкие, просто там заболевали Потом выкашливаешь кровь Как хорошо отработал сегодня Еще у нас аллергия походу какая-то вышла Не знаю на что В больницу не идешь Одной сложно, я боюсь Мое настроение все хуже Мне кажется, что семья нужна только мне одной Володя ведет себя отвратительно Постоянно задерживается на работе Скидывает трубки Неужели несчастье с мужчинами Передалось мне от бабушки и мамы по наследству А еще недавно я узнала Что он постоянно общается со своим братом Кириллом К нему она тоже естественно будет сейчас ревновать Он его подговорит уйти И они будут вместе сосаться друг с другом Учитывая, что Дарина теперь воспитывает ребенка одна Я представляю, какие советы дает Володя Че, как дела у тебя с Володей? С Володей все Володя пару дней походил с ней Пощечукался Понянчился И потом все, типа устал от нее Он мне не помогает Еще деньги тратит не туда Он покупает на деньги что-то себя Когда мы с ним знакомились Он обещал, что он не пьет и не ест Только солнцем питается А тут начал жрать А че он тратит? На такси, на обеды На обеды! На обеды! Кирилл, помнишь, когда мы только с тобой начали встречаться? Нет Я боялась, мне было больно тратить деньги на еду Вот у меня была очень долго вот эта травма Я не могла осознать, что надо каждую неделю Или каждый день тратить деньги на еду Типа, как это так? Вообще-то ужас Типа, раньше у меня такого не было Я там терпела Не обедала Ела дома Ну, там, покупала себе блинчики с творогом За 100 рублей Все, мне класс А тут, типа, надо деньги тратить Большие на еду Я прям очень долго То есть, это было года два, по-моему Мне было больно заказывать продукты И больно заказывать эти доставки какие-то Короче Ну вот, тебе надо было быть ее мужем Нет! Нет! Нет, это тоже не надо Ты бы не обедала, ты бы пахала, как не в себя Потому что, ну Ой, нет, спасибо Идеальная пара Я за ребенком смотрю Не сплю, получается Готовлю кушать Ложу ему в контейнер А он их просто тупо не берет А что она? Кто-либо забывает Деньги тратит Я ни чуточки не удивлена Я знала, что это все так и будет Ну и мама тоже такая пессимистка Я так и знала, что так и будет Он плохой Я, конечно, говорил, что он хороший Короче, семья какашек каких-то Какашки, реально Изначально, когда мы начали с ним отношения Он был совсем другой Он работал Он учился Ути-пути Он учился А почему это он учился? Потому что, наверное, не было Блин, беременной тетки, девки, да? Так, ради которой надо было нашим монтаж Слушай, это ужас Я честно, я не могу уже больше останавливать Как это так выясняю? И вообще все было хорошо Еще успел со мной погулять У мужчины, они бывают То, что после того, как ребенок появляется Они меняются Да, да, да. Просто магические Да, да Магия Просто без причины Взял и поменялся Потому что они такие Они же тупые животные Что за биология у мужчин? Что там у тебя вообще в голове, а? Хуже обезьян, у них какого мёб, просто переключается механизм, они сразу, ой, ребёнок, всё, я плохой муж, я очень плохой муж. Всё, теперь можно быть плохим, включаем муд. Ты сама захотела вот это вот, Володю, захотела ребёнка, это уже всё, ты ничего не изменишь, у тебя есть ребёнок, тебе его хоть как надо сейчас воспитать. Сейчас после родов, Олеся даёт добро ребёнку, а на меня выливает весь гнев, и мне очень сложно, ведь я хочу тоже любви и ласки. Старый, опа, пошёл любви и ласки получать. Что-то брак не спас, вот эта роспись, предложение, что-то вот, а что так не получилось? Старый, рассказывай, как жизнь молодого отца. Олеся начинает мозги делать много, отвернусь на минутку, она сразу пилит меня, типа говорит, что ты, чего ты не следишь за ребёнком? А ты типа и не следишь, или ты следишь? Я слежу за ним, я меняю, помогаю ей, но она говорит, что этого недостаточно. Они вообще сраный народ, эти женщины. Она всё время, короче, деньги просит сейчас, очень много. Она на чё просит? Мне нужны подкузники, крема, всё такое, я вообще. Ещё про коляску, короче, пилит. А ты чё не купишь коляску? Да я это, деньги все на обед, на проезды, на работы. Ну ладно, если он как бы сам признаёт, что всё нормально. А как оно по-другому? Ну блин, с другой стороны, ну такси, можно такси всё-таки на общественный транспорт поездить. Это как бы, если у вас такая ситуация, где, ну правда, ребёнок, у которого даже коляски нет, ну б***ь, хотя бы с такси откладывай, ну типа не езди на них. Ну да. С другой стороны, если она говорит, что он реально обеда не берёт, ну господи. Я с чём делаю? Если они опять пересоленные, то понять можно, но если они нормальные, то тоже странно. Ну, короче, ну где-то они оба молодцы, но... Короче, оба тоже молодцы, да. Чё делать будешь? Да жить, зарабатывать. Зарабатывать. Ну чё, ты где? Еду я. Где ты? Едет. У тебя чё, б***ь, на флэшек катаюсь? Жди давай. У тебя чё с голосом? Ты чё, бухал? Я с голосом, я спать хочу. Тебе, б***ь, короче, Володя, всё. Я думаю, что будущего у нас с Володей нету, потому что, ну, не может счастливая жизнь, счастливая семья строиться на одних ссорах, проблемах. В детстве я достаточно насмотрелась на пьяных отчимов. Я по голосу чувствую, что Володя выпил. Поэтому к ребёнку я его не подпущу. И в квартиру он не зайдёт. Выскажи ему всё на улице. Ты изначально был хорошим, нормальным мужиком. Когда ты меня вообще не трогал. Я просто не могу. Тебе вообще, б***ь, до семьи, на самом деле. Если было бы, б***ь, я бы не работал. Ты сегодня что, кстати, мне сказал? Я уеду жить, Кирилл. На самом деле я подумал уже разойтись. Потому что ты мне мозги делаешь, я тебе мозги делаю. Мы друг от друга устали. Ты так же поступаешь со мной, как Кирилл с Дориной поступают. Какой исход? Это твоё решение? Да. А чё ты плачешь? Потому что ты меня бесишь. Ты о чём подумала? Да. Окей. То есть ты меня сейчас с ребёнком оставишь? Я не могу. Не, ну здесь свою непоследовательность можно было сразу заметить. Ты подумала? Да. Ты этого хочешь? Да. Ладно. Ты хочешь меня с ребёнком оставить? Здесь и секунды не прошло между вот этим твоим мувом. Какая... Всё правильно, Аля. Отвернись. Не смотри. Какая? Какая нафиг? Ребята, вы чё? Вы чё там? Вам бы всем щелбанов пораздавать? У меня курочка поглазил. Смотри, какая у меня курочка есть. Курочка есть. Это мне подруга сделала. Подруга сделала. Курочка. Курочка. Вот такая. То есть ты мне сейчас с ребёнком оставишь? Ты же сама решила так. Я в последний раз слышал от неё, когда она говорила, «Я тебя люблю давно, вообще давно». Как бы это ни было, это, конечно, грустно, но как оно есть, так оно и есть. Моя мама справилась, бабушка справилась. Я думаю, и я справлюсь. Справилась. Она в начале шоу говорила, как её мама справлялась. Мама не давала мне любви, внимания. Вообще такие ужасные вещи наблюдала. Справилась. Вот это можно на планочку такую прогнать, как справила. Вы чё, ё... С него же смешали, что ли, чё там? В качестве извинений на следующий день Володя прислал с курьером коляску для Майи. Хоть я и понимаю, что одной мне ещё хуже, пока я даже разговаривать с ним не хочу. Спустя три дня Володя попросила встречи. Я был неправ, прости меня. Просто всё копится, и я не могу сдержать себя. Я не хочу вас терять, ни тебя, ни мая. Что? Ты простишь меня? Или... Мне нужно подумать. Мне нужно подумать. То есть она может так сказать. Она может сказать, мне надо подумать. А ему нельзя. Он должен и обязан быть с ними. Просто. Я не знаю, что может спасти наши отношения, но я с ней не хочу разводиться. Я очень её люблю. И дочь люблю. И хочу, чтобы мы были дружной семьей. Я решила дать Володе второй шанс. Я не могу сделать так, чтобы дочь росла без отца. Я понимаю, насколько это сложно. И я думаю, что он изменится всё равно ради дочери хотя бы. Я бы пожелала девочкам в 16 лет, если даже забеременели, то рожать. Ребёнок – это очень хорошо. А с мужчинами на мужчин никогда не надейтесь. С ними всегда проблема, наверное. Ребята, вы хотите сманипулировать человека, чтобы он родил, был с вами? И чтобы вот у вас совершилась эта ячейка общества. Не по общей воле. Идите, всё. Благословляю вас с этой курицей. Давай. Короче, она ребёнком недовольна. Ей всё не нравится. Эту беременность она буквально спланировала. Подвела Володю к ней. И всё равно вот рожайте, короче. Врожайте, рожайте. Вообще класс, клёво. Всё будет хорошо. Я в шоке. Я не знаю, у нас сегодня extra toxic. По твоим меркам это можно назвать чуть-чуть toxic. Так, конечно, ты не умеешь быть токсик, но в целом вынудилась сегодня ситуация. Это ужас просто. Вы видели, что происходит? Это нельзя такое не замечать. Такие непоследовательные решения по жизни. Это отличный справочник и учебник. Просто что видите, делайте наоборот, делайте в другую сторону. Не надо так вообще. Надеюсь, что наш психолог Кирилл нам сегодня как-то помог сгладить это видео в этот вечер. Я сошёл с ума. Мы все немножечко сошли с ума. Пишите, что думаете. Давайте обсудим эту историю. А если что, на канал Кирилла подписывайтесь. Вот оставлю ссылочку в описании. На телеграм тоже подписывайтесь. Вот это всё. Я там показываю, как я вяжу всякие штуки, которые там лежат. У неё помимо этих вязанок тоже интересная жизнь. Так что не только за вязанками подписывайтесь. Интересно, потому что там Кирилл готовит блины. Спасибо большое за просмотр. Всем тьмок.